Массаж должен быть болезненным, да, там. Болит, значит, помогает. По маслу, извините, любой дурак сможет сделать. Дома, когда ничего не знаешь в этом, да, берешь масло, смазываешь подсолнечное и что-то там делаешь. А попробуй без масла. Но именно такой массаж будет давать другой эффект. Если ты не знаешь классики, ты не знаешь массажа. Это единственная методика на данный момент. Ну, по крайней мере, одна из единственных точно, которая доказана. Вот лежит человек, на него кладут полотенце и на нем поджигают, правильно? В русском языке не говорят массажировать. Не говорят массажировать и не говорят, я занимаюсь массажом. Гореть в аду этим мастером. Ситуация, когда там, например, к специалисту приставал клиент. Мне было так страшно, так страшно. Я на целых 500 рублей сразу стоимость повысила, а представляешь, их стало не меньше, а еще больше. Потому что они тебя на этот конец начали воспринимать как адекватного специалиста. Но в любом случае, если ты хочешь расти, тебе придется научиться рассказывать о себе. У тебя нет другого пути. Обычно проявляются те, кто недолго в профессии. Ну, как-то им это легче дается. А вот эти вот девочки, которые 20 лет в профессии, если они не начали это делать раньше, им очень сложно это сделать. Через 15 лет взгляд в профессии замыливается. Какую-то тему, например, обсуждать. Я думаю, блин, да это скучно-то, все знают. Но на самом деле это не так. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях, как всегда, интересный гость. Но сегодня то, что вы услышите, возможно, перевернет вашу концепцию, в которой вы жили. Натали, привет. Привет. Меня зовут Натали Иост. Я живу массажем уже 15 лет. Я владелица одной из крупных школ за Уралом, в которой едут студенты с географией примерно от Словении до Южно-Сахалинска, Чукотки. Я обучаю людей этой профессии свое любимое дело. Заражаю им, других людей, чтобы у них горели глаза, чтобы они хотели это делать. И самое главное, чтобы они приносили пользу людям. Ну так что там за огненный массаж? Я представляю, что это банки. Ну, банки поставили. Нет, это не банки. Это когда на тело накладывается полотенце, там оно специальным образом поджигается, и это дает прогревающий эффект. Вот лежит человек, на него кладут полотенце, и на нем поджигают, правильно? На нем поджигают, да. Ну, по-моему, там чем-то еще промачивается. Я не специалист по огненным массажам. Ну, нет, не бензином, но дело в том, что, да, это дает хороший согревающий эффект. Это может быть интересная процедура или дополнение к процедуре. Но это такая разовая процедура. Да, человек сгорает потом. Ну, нет, он не сгорает. Но хотя, ты знаешь, в жизни бывают разные случаи. Я помню, как я обучала однажды девочек. Тренинг у меня был по самому массажу. И одна моя клиентка, она пришла на это обучение. И вот, ну, я там знакома с ее мужем, с ней они потом рассказывают, как она дома. Она обучилась и дома пришла вот практиковать. Ну, короче, она положила его на пол, как и было сказано. Накрыла простынью, там, сделала несколько приемов через простынь. Поставила вокруг свечи. Никто же не думал, что она поставит вокруг чайные свечи. Маленькие вот такие. Маленькие вот такие, да. Там еще ковер у них был какой-то, значит. Ну, и она простынь-то дальше убирает. Начинает ему делать массаж без простыни. А он лежит и говорит, я, говорит, лежу, слышу, что-то попахивает. Кажется, горим. Ну, просто случайно попадает в эту свечу. И, естественно, начинается, ну, такое небольшое возгорание. Расслабляющий массаж удался, да? Да. Ну, это к вопросу о том, что, да, такой специалист, он, безусловно, соблюдает технику безопасности. Но в жизни бывают иногда такие вещи, которые очень сложно предсказать, да? Поэтому, ну, как бы всегда на грани. Вообще любая процедура, которую ты вводишь, она должна быть вот максимально безопасна для твоего клиента. И это нужно продумать прям со всех сторон. Мне казалось, что массаж — это прям, ну, безопасная тема. В плане про огонь я бы никогда не подумал, что можно загореться, если ты что. Ты знаешь, загореться можно очень часто. Вот эти вот, знаешь, картинки из интернета на чемпионатах так очень часто делают. Массажный стол закрывают простынью в пол. Ну, потому что это красиво, эстетично, и рядом ставят свечи. Ну, то есть, когда тебе пришла такая гениальная идея в голову, ты как бы подумай, что будет. Потому что один, ну, какой-то взмах, взмах твоей штанины, взмах, там, клиента, да, взмах простыни, и вы просто горите. Представляешь, человек лежит на столе, да, загорает с это простынь. Однажды моя студентка одна рассказывала, вот под кушеткой есть вот такая дырка, люверс называется в кушетке. И куда лицо, в смысле? Да, туда опускается лицо. И чтобы клиенту было, ну, не грустно туда опускать лицо, придумываются разные штуки. Ну, например, мы там своим студентам на Топовом предлагали ставить туда тарелку с камнями, либо там с какими-то сухоцветами, что-то такое нейтральное, чтобы он не в пол смотрел, а вот какой-то такой декор. Ну, и максимально безопасное. И вот на эту тему у нас, значит, развилось бурное обсуждение. Одна наша студентка через несколько дней пишет. Я, говорит, решила под люверс поставить рыбку в аквариуме. Жорика. Ну что, а клиент лежит, смотрит на эту рыбку, как бы, ну, прикольно же, да, расслабляется. Ну, то есть мы сошлись на том, что не нужно никакие активные вещи туда располагать. Например, там, некоторым мастерам приходит в голову положить туда планшет и включить, знаешь, какие-то картинки пейзажа. Ну, то есть как бы ты... И так у тебя целый день перед глазами вот это мотыляние, да, а еще ты пришел на массаж, ты должен здесь расслабиться, а у тебя пейзажи там мотыляются перед глазами, но как-то не очень. А она решила вот, ну, поставить такую умиротворяющую картинку, небольшой вот аквариум, и в нем жорик. Я говорю, срочно извлекай жорика. Ну, во-первых, представляешь, стоит под этим люверсом эта рыбка, да. Мастер заходит со стороны головы, и он может нечаянно ногой задеть этот аквариум вместе с этой рыбкой. Рыбка полетит только так. Ладно, если он задевает там деревянную тарелку сухоцветами, да, никакой трагедии не происходит, никто не страдает при этом. А тут у тебя клиент лежит и наблюдает, как этот жорик, значит, из аквариума, да, у тебя прыгает по полу уже. Второй момент. На рыбок у многих клиентов бывает аллергия. Ну, то есть, казалось бы, да, это такая, знаешь, безопасная штука. Нитеральная, да. Да. А получается, ты ставишь ее прямо под люверсом, да, и, ну, клиент вот непосредственно контакт. Ну, и тут, значит, все мастера начинают делиться своим опытом, и одна вот мастерица говорит, а я, говорит, раньше свечи под люверс ставила. Кошеларно. Зажигала их. Мне казалось, что это романтическая, ну, такая ароматерапия, да, клиенту очень приятно. Потом, говорит, один клиент не выдержал, сказал, слушайте, давайте уберем, а то у меня, говорит, ресницы постоянно горят. Ну, то есть, вот, когда ты что-то придумаешь прикольное для своих клиентов, прикольное в хорошем смысле, да, ты, в первую очередь, должен понять, что это безопасно. Мне кажется, весело было бы зеркало положить. Ну, не надо, вот зеркало туда не надо положить, потому что клиент лежит, вот у него эти щеки, которые в этот люверс опускаются. Если учесть, что большинство клиентов – это женщины, это вообще утопия. плохая идея, давай другую. Вот у меня все эти идеи, на самом деле, мелькали в голове, когда я лежал на массажном столе и смотрел на камешки, думал, блин, может быть, вот это, может быть, планшета, может быть… Ну, про свечи только нет, про зеркало тоже. А, еще, знаешь, кстати, тоже такая штука, ну, массажисты всегда хотят обують как-то свой кабинет, вот у них такая идея фикс, хорошая идея, на самом деле, но, опять же, если она разумная, да, и очень часто под массажный стол кладут пушистый ковер, ну, или вообще какой-то ковер. Ну, вроде как клиенту тепло, он ножками встал на этот ковер, тебе тепло, когда ты ходишь вокруг, кто-то даже догадывается ковролином застилать весь пол в массажном кабинете. Ну, а вот теперь представь, ты лежишь головой в люверс, и, ну, под столом, да, положен палас какой-то, да, который пусть каждый день даже там пылесосит, моющий пылесос, без разницы, но все равно этот палас, он впитывает все, что здесь происходит, да, всю пыль, все микроорганизмы. И вот ты пришел на оздоровительную процедуру, но лежишь головой в люверс, в котором дышишь этим паласом. Сильно ты оздоровился в этот момент? Ну, вопросики. Вообще это категорически запрещено. По гигиеническим требованиям, по требованиям Санпина такого быть не должно. Ковер и ковролин, да? Ковер, ковролин, то есть у тебя пол должен легко обрабатываться. Если ты хочешь, чтобы у тебя клиент, ну, ему было тепло, хорошо, индивидуальное полотенце для ног, он на него встал, да, после сеанса, ну, и как бы достаточно, там, тапочки одноразовые, пожалуйста. Но точно не ковер, не ковролин, и ты не представляешь, насколько иногда сложно бывает до мастеров это доносить, что так не должно быть, это не про безопасность. Ну, я всегда такой пример привожу, вы когда что-то прикольное придумаете для своих кабинетов, попробуйте, сходите в реально хороший, дорогой спа, там, при пятизвездочном отеле. Ну, ты видел хоть раз при пятизвездочном отеле в спа ковролин на полу? Ну, где этот отель находится? В каком городе? Ну, то есть, на Сибирске таких нет. Мы лично проверяли. Поэтому, как бы, когда что-то приходит в голову, да, нужно проверить на безопасность, на безопасность в широком смысле слова, не только чтобы ты загорелся, там, не загорелся, но и про то, как клиент, да, себя чувствует во время процедуры. Клиент, получается, приходит на оздоровительную процедуру. Он какие проблемы решает вот через массаж? С чем чаще всего обращаются клиенты? Круг проблем, на самом деле, может быть очень широким, и некоторые специалисты, многие специалисты выделяют для себя какую-то область, да. Кто-то, например, работает исключительно там, работаю с болью. И если там ты хочешь эстетики, ну, например, коррекции фигуры, он говорит, нет, я с таким не работаю, я работаю с болью. Вот заболит у вас спина? Приходите, да. Кто-то, наоборот, работает только в эстетике, да, там, я вам сделаю красивое лицо, а по телу, нет, по телу я не работаю, я вот только с лицом. Имеет место быть, но такая общая тенденция идёт на то, чтобы клиент получал максимум. То есть я не хочу выбирать, я как клиент не хочу выбирать между там здоровой спиной и красивыми ягодицами. Я хочу и то, и другое. Я пойду туда, где мне дадут то и другое, а ещё где я отдохну. Где я отдохну, восстановлюсь, какой-то свой психоэмоциональный ресурс восполню. Поэтому вот те процедуры, где это идёт под ключ, да, всё, где совмещается несколько эффектов, они занимают какое-то ведущее место в топе, да, у клиентов. Это прям за раз можно все вот эти три запроса закрыть или это? Можно. Можно и нужно. Понимаешь, в современных реалиях можно и нужно, когда клиент больше всего ценит своё время. Ну да, может быть, там раз в месяц или раз в полгода он соберётся прийти на расслабляющий массаж. Ну а что тебе мешает в одной процедуре совместить ему там и оздоровительный массаж, и дать расслабление при этом, и ну как-то там помочь ему с фигурой. Есть методики, которые это решают. У меня, кстати, вопрос есть. Я в соцсети видел видео такое, где девушка такая показывает. Типа я там пять лет делала вот так, и теперь у меня нет второго подбородка. Какая-то такая тема. Ну не пять лет, конечно, там звучало что-то типа пара месяцев, и типа у неё исправился второй подбородок, был как-то так, ну под углом, стал прям идеальная такая форма шеи. Это вообще, ну возможно, это реально? Ну ты знаешь, это такое направление, да, как близко к самому массажу, можно так сказать. Фейс фитнес, фейс билдинг, там по-разному его называют. Короче, есть категория специалистов, которые заходят в массаж вот с этого направления. Ну там и девочки очень часто приходят учиться с этого направления. То есть я на себе что-то пробовала, да, какие-то упражнения, гимнастику для лица, и поэтому я теперь вот хочу расширить свои знания и прийти в массаж. А поэтому да, такое направление есть, но эти специалисты, когда они только заходят в эту сферу, они действительно учатся каким-то упражнениям. Но когда они глубже начинают разбираться, они понимают, что лицо сильно взаимосвязано с телом, и что здесь не только упражнения, здесь должен быть хотя бы ещё самомассаж, да, и упражнения не только для лица, но и там для осанки, для всего тела. Поэтому, ну, хороший специалист начинает расширять эти границы, да, то есть это не только упражнения для лица. По-хорошему, это, конечно, такая глобальная проблема, и она требует глобального решения со всех сторон. Чтобы повлиять на лицо, ну, на форму лица даже, да, нужно тоже ходить на массаж, получается. Ну, то есть за счёт массажа можно исправить что-то на лице, за счёт массажа там, не знаю, спины или как-то. Или это прямо именно массаж лица должен быть? С одной стороны, это массаж лица, а с другой стороны, можно ходить на массаж тела, но при этом будет исправляться лицо. Но при этом ты будешь на него влиять. И здесь, опять же, да, хороший специалист, это тот специалист, который может сделать работу и по телу, и по лицу. Это из серии, знаешь, когда, например, ну, я думаю, что женщины меня поймут, когда ты идёшь на маникюр и на это круто, где-то даже в четыре руки ты кучу времени сэкономишь, да. Точно так же и с массажем. Когда, например, там, массаж лица делает один мастер, а массаж тела делает другой мастер, да, так может быть, но, опять же, такие мастера, они начинают проигрывать. Ну, то есть, представляешь, мне, живя в Новосибирске, когда я еду там до своего мастера минимум час, ехать до двух мастеров, до утопия. Да, у меня картина в голове, как из какого-то фильма, где девушка сидит, у неё руки делаются, ноги делаются и на голове ещё что-то. Отличный вариант, да. Ну, в плане массажа, да, то есть, клиент всё больше и больше ценит своё время. Особенно, если мы говорим про, ну, какие-то большие города, города-миллионники. Особенно, если мы говорим, ну, очень многие мастера хотят работать с клиентами, которые готовы платить больше, да. Ну, неинтересно работать там за 500 рублей час. Ты хочешь работать с человеком, который платит там 2000, и когда ты ему говоришь, что я поднял стоимость на 500 рублей, да, он не пугается, не говорит, всё, я пошёл к другому. Он говорит, ну, окей, поднял, поднял, буду ходить к тебе дальше, да, потому что ты мне нравишься. Так вот, эти люди, они очень сильно ценят своё время. Если ты им даёшь сразу, закрываешь несколько потребностей, да, про здоровье, про красоту, про отдых, тогда они к тебе приходят. Ну, а если не закрываешь, они ищут ещё какие-то варианты, где эти потребности закроются. Хорошо. Вот получается, люди приходят, кто-то с болью, кто-то вот, ну, вернее, как, могут прийти сразу со всеми запросами, и боль, и расслабиться, и, там, восстановить психоэмоциональную... Коррекция фигуры, да. Коррекция фигуры, да, эстетика ещё. В чём разница, вот, боль, я так понял, решает медицинский массаж, да, или это тоже решает. В чём разница между медицинским, вот, миофасциальным и авторским массажем? Авторским, оригинальным, да. Да, с поджиганием. С одной стороны, когда клиент приходит с болью, здесь очень важный вопрос, который должен решить каждый мастер для себя, да, с чем связана эта боль. Если клиент у нас приходит не в медицинское учреждение, да, не в медицинскую клинику. В медицинской клинике у нас по определению должен быть медицинский массаж, который выполняется медицинским работником. Медицинская сестра по массажу, медицинский брат по массажу или массажист, то есть специалист, который получил высшее медицинское образование и потом переквалифицировался именно на массажиста. Когда человек приходит в частный кабинет, здесь, ну, массаж позиционируется как оздоровительный, профилактический, бытовой, гигиенический, то есть по-разному называется, но он относится к немедицинским услугам. Его выполняет человек, ну, по закону, опять же, да, вот по юридической стороне, то есть его может выполнять человек без медицинского образования, да, ну, потому что он не дает лечебный эффект, поэтому это, да, действительно может делать. Ну, если с юридической точки зрения, да, профессия называется косметик. С сентября называется косметик по уходу за телом, косметик по уходу за лицом, ну и, собственно, все. Здесь не требуется каких-то медицинских знаний. Другое дело, то, что там ты их для себя можешь получать, но это не уже юриспруденция, да, незаконная сторона. И вот когда ты работаешь в частном кабинете, когда к тебе пришел человек, ну, либо ты в СПА работаешь, да, он пришел к тебе с болью, твоя задача понять, что это за боль. Потому что он, с одной стороны, может прийти к какой-то хронической истории, да, когда там, не знаю, у него хронический спину тянет, да, потому что он много сидит, например. Это одна история. А другая история, когда у него, например, случилась почечная колика, а он не понял, что у него почечная колика и решил, что у него болит поясница, он пришел к тебе. И вот здесь очень важно собрать анамнез, заполнить карту клиента, да, просить его о том, что вообще у него происходит. И здесь тоже, знаешь, такая большая пока дыра в этом есть, потому что, ну, я тебе могу сказать сама как пользователь, да, я часто пользуюсь услугами, услугами красоты и даже там в больших, там, не знаю, клиниках, да, Новосибирска. Три противопоказания. Онкозаболевание, беременность и температура. Остальным всем можно, да? Типа остальное все можно, да. Остального у меня быть не может по определению, да. Ну, там, например, а у человека может быть, допустим, тромбоз нижних конечностей, и ему тоже будет противопоказана эта услуга. Поэтому на входе специалист должен, во-первых, уточнить, не является ли то, с чем пришел клиент, прямым противопоказанием к массажу. Это вот как раз анкета клиента, карта клиента, согласие на вмешательство. По-разному это называют, но это должно быть. И должно с каждым клиентом обязательно заполняться. И вот потом, если мы поняли, да, что это не связано с каким-то там заболеванием внутренних органов, да, что это именно мышечная боль, тогда мы можем с ним работать. Если это острый приступ мышечной боли, ну, бывает такое, да, то здесь, ну, человек, клиент, ему, он не разрешит прикоснуться к нему, потому что ему очень больно, да, и, ну, как правило, он тоже обращается за скорой медицинской помощью, чтобы эту боль острую сняли, а потом он уже приходит непосредственно к массажисту, чтобы эту проблему решить. Поэтому вот если мы говорим про такую хроническую вялотекущую боль, да, массажист может решить эту проблему. Очень часто женщины, например, приходят на коррекцию фигуры, и они говорят, я вот не знаю, вот что мне, я с одной стороны хочу коррекцию фигуры, а с другой стороны меня еще спина беспокоит, потому что вот она у меня болеет, да, я там чувствую усталость, чувствую, как меняется моя осанка, что мне делать? Как мне вот выбрать? Ну, женщины не любят выбирать. То есть другое надо делать. Да, и желательно, чтобы она еще отдохнула в этот период, ну, потому что где она отдохнет, если не у тебя? И поэтому, знаешь, вот этот вот стереотип про массаж, да, про то, что массаж должен быть болезненным, да, там. Болит, значит, помогает. Ну, действительно, он может быть чувствительным, да, в каких-то зонах, где-то действительно может быть больно в зоне напряжения, но это точно не должен быть сеанс, на котором у человека там весь час, ему жутко больно, да, он сокращается просто на массажном столе, сжимает там руки, ноги, ерзает постоянно. Ну, явно такой массаж не принесет пользы. И более того, понимаешь, одна история, если это человек, у которого есть мышечное напряжение, да, и оно настолько сильное, что когда вот к нему заходят в тело, он так реагирует. Но совсем другая история, когда у него не такое сильное мышечное напряжение, но мастер делает так, что тому очень больно. Ну, это вот вопрос про эргономику и биомеханику работы мастера, да, ну, потому что, там, не знаю, одно и то же тело, угол вхождения в это тело может быть разным. Угол твоей руки, который вот прикасается там к клиенту. Можно войти в кости, да, под прямым углом, и это будет больно, даже если там нет мышечного напряжения. Можно этот угол сменить, да, войти там параллельно плоскости, и тогда, ну, человеку не будет так больно. Ну, то есть, это вот особенности, нюансы именно самой профессии уже. То есть, получается, хороший специалист, когда к нему приходишь, во-первых, он анкету даст, да, какую-то, где ты ответишь на вопросы, которые там заранее подготовлены, там, и сам даже для себя определишь, есть у тебя какие-то заболевания или нет. Ну да, ты же можешь не знать, что это является противопоказанием к массажу, и по идее, ты знаешь, я для своих мастеров когда-то записала вебинар, вебинар о противопоказаниях к массажу. Казалось бы, ну, такая вообще элементарная вещь, да, но мои студенты задавали столько вопросов про это, хотя я с ними разбираю на многих семинарах эту тему, но всё равно вопросы есть. В учебниках классического массажа они тоже прописаны эти противопоказания, но обычно там три строчки через запятую, да, и у студентов не складывается понимание, а почему именно это противопоказание. И если немножко там, ну вот, онкозаболевание, противопоказание. А если вот ремиссия там, пять лет, вот противопоказание или нет, и всё, и вот тут начинаются уже споры, тут уже мастер теряется, да. Ну, представляешь, даже мастер теряется, хотя он каждый день с этим работает. А как клиенту понять? Ну, клиенту вообще сложно здесь разобраться. Более того, ты знаешь, даже были такие случаи, когда, казалось бы, ну, там, не знаю, например, мастера, многие работают по маслу, масло виноградной косточки. И вот очень редко, крайне редко в анкете клиента кто-то прописывает и задаёт вопрос, а есть ли у вас аллергия там вот на то базовое масло, которым мастер работает? Ну, например, на масло виноградной косточки. Ну, оно же базовое, оно гипоаллергенное, ни у кого аллергии на него не бывает. Кто вам такое сказал? С чего вы это решили? У вас, потому что нет на него аллергии. И обычно, вот заметь, вот там, если ты когда-то ходил на массаж, обычно вообще про это никто ничего не спрашивает. Ну да, меня, кстати, не спрашивали. А у меня студенты начали спрашивать, то есть, ну, по моей рекомендации, они начали в анкетку клиента прям прописывать то масло, на котором они работают. Вот если используют, да, какое масло, напишите. И что ты думаешь? Ну, пришёл вот тот самый клиент, который говорит, слушай, а у меня есть на это масло аллергия. На масло виноградной косточки. Что будем делать, да? Нести подсолнечное. Ну, то есть, ну, масло заменили, там, можно работать на сухую, да, предложить технику на сухую, если мастер умеет в ней работать. Ну, то есть, выход из ситуации может быть, это несложно. Но про то, что это бы лучше узнать на входе, да, чем на выходе, когда тебе клиент через несколько дней будет писать о том, что он чешется. Ну, как-то не очень хорошая история, ты мог это предотвратить. Поэтому, ну, вот такие нюансы, они тоже уточняются в анкете клиента. Характерные особенности хорошего массажиста, ну, хорошего специалиста, это вот то, что он анкету предложил, то, что он такие вопросы задал, которые там многие не задают в массажном кабинете, то, что он может сделать и тело, и фигуру, то есть и боль убрать, и эстетику подкорректировать, и расслабить ещё. Ну, ты знаешь, как, здесь немножко не совсем это равно, да, но ты говоришь, характерные особенности хорошего массажиста, да, он может быть хорошим массажистом, но работает только с болью. Ну, то есть это не синонимичные понятия. Я бы сказала, что это не про хороший массажист, а массажист, да, у которого есть много клиентов, который хочет стоить дороже, да, чьи услуги будут стоить дороже. Того человека, который закрывает большее количество проблем. Он может быть крутым спецом, только по боли к нему будет ходить весь город вот с болью. Есть такие массажисты, но их, ну, всё-таки меньшее количество, да. А когда он закрывает несколько потребностей, это круто. С другой стороны, смотри, если он говорит, что я работаю, я делаю и оздоровительный массаж, и со спортсменами я работаю, а ещё я детский массаж делаю. Знаю, как делать массаж беременным и помогаю при сколиозах. Вот это какая-то херня. Вообще всё может быть. Вот здесь какой-то подвох. Ну, то есть, понимаешь, у каждой из этих сфер есть очень большая специфика. Ну, например, в детском массаже, да, полжизни надо этому посвятить. Меня, например, очень часто спрашивают, а вы обучаете детскому массажу? А я не обучаю. Это вообще один из топовых запросов, я не обучаю, ну, потому что я на этом не специализируюсь. Это было бы обманом по отношению к моим студентам. Я их обучаю тому, на чём я специализируюсь, да, там, на эстетике, на оздоровлении, но не детскому массажу. То же самое, когда мастер работает со своим клиентом, да, то есть, сколиозы – это вообще отдельная тема. Дети – это ещё одна отдельная глобальная тема. Беременные – это ещё один огромный пласт. И ты можешь, да, быть специалистом хорошим в каждой из этих там сфер, может быть, даже в двух, но представляешь, сколько нужно времени, чтобы глубоко каждую эту тему в ней разобраться. Это огромное количество времени, это жизнь на это нужно положить. Целую жизнь. Как ты можешь быть суперкрутым специалистом, вот и со спортсменами, и с детьми, и с беременными, и со сколиозниками, и по лицу ты тоже круто всё делаешь. Ну, странно, да? Ну, да, универсал такой. Поэтому, с одной стороны, да, ты должен закрывать... На счёт остеопат. После трёхдневных курсов, да? Остеопат – это тот, который с костями работает? Он работает и с мягкими тканями, и с костями работает, и имеет целостный подход к своему телу. Но, ты знаешь, в последнее время остеопатами начали себя называть буквально все. Но это неправильно. Потому что, во-первых, у остеопата должно быть медицинское образование. Начнём с этого. Раньше это было только высшее медицинское образование. Сейчас и среднее, может быть. И ты на это учишься 3,5 года. Учишься конкретно на это направление. Поэтому, ну, когда мастер там прошёл трёхдневные, недельные курсы, пусть даже недельные, да, остеопатических каких-то техник, и он говорит, что я теперь остеопат, ну, это как минимум странно. Массажист, который владеет остеопатическими техниками, да, но не остеопат. Потому что иначе у клиентов в голове просто полный разброс. Они вообще не понимают, да, кто такой остеопат. Поэтому, ну, не надо обманывать клиентов. Да, получается, он прошёл курсы, у него есть понимание по техникам, точно нет синдрома самозванца. Называть себя остеопатом сразу. Получается, что вот люди обращаются с запросами там боли, статика, ля-ля-ля. А массаж, он нужен всем или всё-таки? Всем и когда? То есть и как регулярно? Всем и всегда. Всем и каждый день, да? Ну, ты знаешь, раз в неделю. А если, например, вот человек знает какую-то там технику самомассажа, вот, например, с какой-то регулярностью ходит в салон и, например, там какую-то технику самомассажа ещё изучил, это нормальная связка или нет? Нормальная, абсолютно. То есть он дома поддерживает. Ну, смотри, он может там поддерживать самомассажем, он может поддерживать какими-то там упражнениями. Зарядку с утра делать, уже будет поддержка. Может заниматься спортом. Ну, пожалуйста, да. Может заниматься йогой, там, не знаю. Это хорошая поддержка, но другое дело, ну, мы говорим про время, да, и, ну, ты знаешь многих людей, которые там могут даже там 20-30 минут в день посвятить самому массажу. Несколько раз в неделю. Но я тоже не знаю таких многих людей, да. Ну, то есть это имеет место быть, да, у женщин там бывает несколько приёмов, там, перед нанесением макияжа, да, ты действительно это можешь использовать достаточно быстро. Но если твой график очень загружен, то тебе проще сходить куда-то. Ну, опять же, потому что ты там закроешь несколько потребностей, да. Ну, хотя бы, да, помимо там эстетики, ты получишь уже расслабление. Потому что пока ты сам дома там ковыряешься, ты как бы, ну, какое-то расслабление получаешь, но это не то, если с тобой работать. Да, это большая разница. Поэтому это не противоречит. Это можно, это круто, это здорово. Но нужно понимать, что не всегда на это есть время у современного человека. А есть какая-нибудь техника самомассажа, которую всем надо точно знать? Ну, типа там техника номер пять какая-нибудь. Знаешь, как диета есть, которую можно... Точно каждый сейчас может открыть и такой скачать себе и понять, что это... Чтобы не умереть, хотя бы это надо делать. Ну, ты знаешь, когда вот мы работаем с лицом, да, мы обычно говорим, что рекомендуем клиентам, да, там, растягивать шею. Вот, может быть, вот эта техника, да, она действительно показана очень многим людям, потому что это сидячее положение, это большое напряжение постоянно и напряжение шеи в том числе. И здесь, да, ну, можно это делать, это занимает немного времени. Можно это делать, там, на работе, сидя за компьютером, не знаю, там, вечером, утром, без разницы, когда. Ну, правда, такое можно делать. Показано, да, всем показано, да. Я вот сейчас подумал, что люди как-то всё-таки пытаются решать этот вопрос, там, если не идут даже к массажисту. Вот я спрашиваю про техники самомассажа. Мне вспомнилась вот эта штука, которая на водительское сидение вешалась, знаешь, такая, из таких шариков, или как это назвать. А ты знаешь, кстати, сейчас у современных автомобилей там в кресле уже встроено. Да, есть массажные. Ну, нафигово работает как-то. Встроены ролики. И вот эта штука на сидение, как у водителя «Газели» есть, она работает или нет? Слушай, ну, я тебе не могу сказать, потому что я не водитель, насколько это работает. Ну, может быть, какой-то там небольшой массажный эффект он даёт. Ну, есть штуки, например, интереснее. Ну, для тех людей, допустим, кто сидит целый день, есть такая штука, называется «балансировочная подушка». Она вот такая вот круглая, резиновая, примерно вот такой толщины, ну, как вот под сидение, да, сделано. Пупырышки с двух сторон, там, разного калибра, диаметра. И ты выбираешь. Можно её положить под ягодицы, можно положить под стопы, да, и какой-то там будет массаж небольшой для ног. Под ягодицы, когда ты её кладёшь, она не полностью, ну, она наполнена воздухом, но не полностью. То есть она не жёсткая как бы. Из-за того, что не полностью, тебе постоянно приходится маневрировать. Ну, и то есть какое-то такое неудобное положение. Если ты садишься, да, то подушку это тоже перекашивает, и тебе неудобно. Тебе постоянно приходится сидеть ровно, ну, как один из девайсов. Ну, плюс разминает ягодицы, насколько можно. Прикольно. Мне кажется, ещё один эффект, это ты просто ещё сильнее устаёшь в конце дня, если ты используешь подушку. Ну, про то, что это имеет место быть, да, но никакие девайсы, они не заменят рук. Ну, само собой. Ну, если мы говорим про профессиональные руки, да. То есть это здорово, что есть эти девайсы, но профессиональные руки раз в неделю, хотя бы на час, если ты хочешь быть максимально эффективным, да. Если ты не хочешь, ну, там, выходить из какой-то там ямы психологической, да, ямы по здоровью. Ты знаешь, я недавно общалась с одним специалистом, и я ему задаю вопрос. Я говорю, ну, вот как сейчас-то к вам нужно ходить, там, чтобы там поддерживать, да. Я говорю, не хочу. Он говорит, ну, вот как вас заболит, приходите. Я говорю, слушайте, а я не хочу, чтобы у меня заболело. Ну, там, профилактически, там, раз в полгода. Я говорю, а я хочу так, чтобы вот, ну, мне не попадать вот эту, в категорию, когда уже болит. Я не хочу лечиться, я хочу вот до этого. Вот минус этого специалиста, он говорит, я не работаю с этим, я работаю только с болью. Да, то есть, если я такой более-менее здоровый человек, да, ну, меня там ярко сейчас на данный момент ничего не беспокоит, то вроде как я к нему и не должна ходить. Хотя, как клиент, я готова. Я готова ходить, я готова за это платить, но оставаться вот в этой зоне, когда не жгёт. Ну, вот минус специалиста, что нет, я с этим не работаю. Ну, да, ну, как-то он это, может, он не знает, что с этим можно тоже работать. Ну, в смысле, что можно разобрать. Ты знаешь, я думаю, что знает, просто, ну, вот его фокус интересен, ему больше, как специалисту, интересно работать именно вот с такими критическими ситуациями. Имеет место быть. Спасать, да. Ну, в какой-то степени, да. Опиши портрет вот современного массажиста. То есть, многие же приходят в эту профессию вообще там из каких-то других вот… Из других профессий. Многие приходят, да, в эту профессию из других сфер, вообще не связанных с массажем, там, с какой-то бьюти-сферой. И это вообще разные люди. Вот какой он массажист 2023-2024 года? Ну, вообще разные люди, да. Есть люди, которые, знаешь, приходят из медицины, а есть люди, которые приходят вообще не из медицины. Те, кто приходят из медицины, если мы говорим про молодых людей, ребята, когда учатся, там, например, получают высшее медицинское образование, они очень часто, ну, профессию массажиста немножко недооценивают. Ну, знаешь, из серии «я вот выучусь и буду там кардиологом», да. Ну, а массажист – это так, подработка. Ну, может быть, да, но массаж тоже бывает разный. Ты можешь им решать какие-то глобальные проблемы, да, у человека. Ну, там, например, больше работать в реабилитации, да. И здесь тоже будет помогать массаж. Это первый момент. Второй момент. Ну, а кто тебе сказал, что людям, которые условно здоровы, им нужно меньше помощи, чем те, которые болеют, да, сильно, ну, как бы вопрос. Ещё один момент. А сколько ты хочешь зарабатывать, да, потому что у массажиста этот рост, он всё-таки гораздо быстрее, чем у кардиолога. Поэтому иногда недооценивают. Есть люди, которые приходят из медицины, когда они уже там поработали. Ну, например, там, поработали фельдшером, поработали фармацевтом, да, но понимают, что есть какое-то выгорание, да, что они устали, что им это перестало нравиться. Может быть, где-то они там работают на износ. Недавно я общалась с девушкой, она меня спрашивает. Ну, вот я сейчас работаю там вот фармацевтом. И вот мне хотелось бы пойти в массаж, но при этом у меня есть опасения. Я вот не знаю, вот сколько времени мне понадобится, вот чтобы реализоваться в этой профессии. Я говорю, слушайте, а сколько, если не секрет, зарабатывают фармацевты? Она говорит, ну, вот я работаю там по 10-12 часов в день, стою на ногах, ну, как бы, знаешь, такая нелайтовая работа, да, при этом там мой доход 70 тысяч. Я говорю, давайте посчитаем. Ну, то есть, если твой сеанс стоит, ну, пусть полторы тысячи рублей за час, при том я беру, знаешь, самую вообще низкую стоимость. Ну, да. В любом городе, в каком бы ты ни жил, полторы тысячи за сеансы, это прям, ну, вот абсолютно нормально, даже низко для нашего времени. Ну, и вот представь, сколько ей нужно сделать сеансов, чтобы заработать 70 тысяч? Сколько? Если 4 сеанса в день, это 6 тысяч, она за, там, 12 дней сделает 70 тысяч. Если 4 сеанса в день будет делать. 4 сеанса в день, это 4 часа. Грубо говоря, полмесяца. Ну, да, 4 часа. 4 часа, да? Ну, вот смотри, она работает 20 дней. А, подожди, 4 часа, а там она 12 фигачит. Подожди, давай посчитаем. Теперь уже мне интересно. Она работает 20 дней в месяц. 70 делим на 20 дней. То есть в день она должна зарабатывать 3 500. плюс есть ещё расходная часть, да? Ну, то есть, например, в день она зарабатывает 4 500, и она перекрывает и расходную часть. Да? Получается, что в день она должна сделать 3 сеанса часовых. 3 часовых сеанса. 3 часа. Ну, 3 часа для массажиста в день работы, это вообще не напрягайся. Ну, звучит, да, как будто. Ну, представь. И вот её доход, 70 тысяч. При том, что мы с тобой взяли минимальную вообще стоимость сеанса, ну, как бы, либо 10-12 часов, стоя на ногах фельдшера, фармацевта. Ну, и сколько ей надо было бы вложить времени, вот, примерно, чтобы уже минималку можно было брать, там, и клиентов уже было, например, там, 3 в день. Постоянно. Ну, здесь, знаешь, здесь очень много зависит от того, как она входит в эту профессию, да, с чего она начинает. То есть у меня, ну, были студенты, сейчас вспоминаю, там, один случай. Девушка из города Новосибирска, она пришла из другой профессии, это даже была не медицина абсолютно. По-моему, она пришла сначала на очный семинар, может быть, по лицу или по телу. Ну, то есть там, ну, пусть там 30 тысяч она вложила на первый семинар. Дальше она к нам попала на топовый, топовый массажист, это курс по продвижению массажистов, и она его проходила в март 22-го года. Вот она к нам пришла. Точка А, ноль. Человек только зашел в профессию. В мае, в июне 22-го года она начала выходить на доход 50-60 тысяч. Что она сделала? Да, она прошла курс по продвижению, она прошла там еще пару семинаров, да, таких же очных, и начала принимать часть клиентов у себя в кабинете, то есть сняла какой-то кабинет, по-моему, даже в субаренду тогда, не на полный месяц. Следующую часть времени она тратила на то, чтобы работать в кабинете, в найме у другой моей студентки, которой как раз нужна была сотрудница. и вот там, ну, вот через 3-4 месяца она вышла на доход в 50-60 тысяч. По-моему, неплохо. Прикольно. С нуля. Прикольно. Без каких-либо, да, специальных знаний первоначально. В конце прошлого года, в конце 22-го года мы с ней списывались, она уже ушла из найма, и ее доход был 110. То есть она начала свой путь в февраль-март 22-го, а в декабре 22-го вышла на доход 110. То есть, ну, меньше года. Меньше года, там, 10 месяцев она уже 110 заработает. На второй топовой, вот я сейчас смотрю статистику, на второй топовой она пришла в точке А 120 тысяч уже. Ну, то есть она в профессии на тот момент была год. А точку Б она себе ставила 180. Это было в феврале 23-го года. В мае 23-го она заработала 220. То есть меньше года она была в профессии. Да, она вкладывалась в очное обучение, да, она вложилась в курс по продвижению, да, топовый массажист. Ну, не просто вложилась, она еще что-то делала, делала очень многое. Но ты знаешь, это нужно было видеть, в принципе, человека до и человека после. То есть человек до – это девочка маленькая, тоненькая, худенькая, боящаяся всего, сомневающаяся жутко в себе. Вот в прямом смысле с трясущимися руками. Это когда только пришла, да, или когда уже… Когда только пришла на первое обучение, то есть прям вообще ей было все страшно, она очень переживала. Ей было волнительно прикасаться там к чужому лицу. Через, что, полтора года, даже меньше, совершенно другой человек. То есть она личностно еще выросла прям. Безусловно. Круто. Одно без другого невозможно. Ну да, это же… Так не бывает. Но самое главное, она писала мне еще о том, что она исполнила свою мечту, купила автомобиль. У нее была мечта купить автомобиль, ну, знаешь, такой неподержанный, да, а вот именно в салоне хороший автомобиль. Классно. Расскажи еще какие-нибудь истории такие мотивирующие из твоих учеников, кто там отличился или какая-нибудь классная история была интересная. Слушай, ну таких историй очень много. Ну, я вот вспоминаю, одна из таких прям душесчипательных. У нас на курсе по продвижению, да, вот на топовом массажисте, это онлайн-курс, там онлайн-уроки, вебинары и онлайн-задания. Ну, все это происходит на обучающей платформе. У нас там был на курсе мужчина-массажист, он в массаже был на тот момент уже, наверное, лет 10, по-моему, он писал, точка его. Зарабатывал он 20 тысяч из города Томска. Через несколько недель проекта куратор мне пишет о том, что, Наташа, я переживаю за него, мне кажется, у него есть какие-то проблемы со зрением. Ну, то есть кураторы там подглядывали за нашими студентами, и вот я переживаю, как он справляется с домашними заданиями. Я говорю, ну, напиши ему, узнай, нужна ли ему помощь, да, какая-то наша, мы готовим ему помочь, как-то его поддержать. Она ему написала, он говорит, у меня все окей, я сам со всем справляюсь, все хорошо. Проходит курс, ну, то есть проходит там 3,5 месяца. Студенты сдают свою аттестацию, и в ходе этой аттестации мы понимаем, что он абсолютно вообще ничего не видит. Слепой, да? Слепой. Он выполнял все задания на курсе, чтобы ты понимал. Заполнял таблицу себестоимости в Excel, писал stories в соцсетях, выкладывал, выкладывал посты. Ну, то есть, как бы как, да? Ну, мы потом узнали, как. Его жена была у меня на очном семинаре, собственно, она простимулировала его к этому движению, и они как бы вместе проходили курс, она ему помогала выполнять эти задания. Но сам факт, ты знаешь, что он ни разу не попросил помощи. Ну, кстати, его дочка Б 180 за 3,5 месяца. У нас просто были студенты, которым немножко сложно давались соцсети, заполнение таблиц экселевских, и вот они переживали по этому поводу, иногда поднывали, ну, блин, так тяжело. Я говорю, слушайте, и когда на отчетном вот этом вебинаре все узнали, что у нас есть такой студент с такими особенностями, девчонки такие, блин, нам немножко стыдно. Чтобы им поднывали, потому что, ну вот, а у него вообще не было, ну, по всем законам жанра он не должен был пройти этот проект, он не должен был столько зарабатывать, и вообще он много чего не должен. Но почему-то у него получилось. Круто, реально крутой пример. Остальные, наверное, такой получили пинок по самолюбию. Там все плакали на вебинаре, когда про это он рассказывал. Помнишь? Потому что, да, потому что это такой прям... То есть он сам в конце вот вебинара, да, сам сказал, у меня такая ситуация. У нас в конце курса были различные номинации, да, ну, там, за проект. И вот у него номинация была «Сила духа», что он вот выдержал, несмотря на все эти испытания, дошел до конца проекта и сделал еще вот такую точку B крутую. Не всем удалось сделать такую точку B, да, но вот... Ну, много было сложностей, да, у кого-то было там сопротивление идти во что-то новое, а он шел, несмотря ни на что. Вот это очень круто. Да, его поддерживала там жена. Да, не у всех есть такое поддерживающее окружение, да, но тем не менее. Это же вообще капец как сложно. Я сейчас представляю человек... Ну, я вообще был, на самом деле, на массаже, вот, который делал слепой, какой-то ветеран войны, афганской, по-моему. И вот он был слепой, и я сначала пришел, ну, мне его посоветовали, сказали, что он крутой мастер, но слепой. И я пришел, мне было как-то сначала некомфортно, а потом, ну, я обалдел от того, как круто он сделал массаж. Реально. Еще один пример тоже недавно списывала со своей студенткой. Она 20 или даже 25 лет работала с детишками, как инструктор ЛФК. Массаж был дополнительным заработком, тоже из Новосибирска. Она попала ко мне с самого начала на курс классического массажа. Прошла много, все, наверное, очные обучения, которые были, и пришла на топовый массажист. Пришла она с точкой А 15-20 тысяч. То есть от массажа был вот такой доход. Февраль 23-го года. Мы сейчас с ней списались в декабре 23-го года. Ее доход 200-230 в месяц. Круто. То есть она больше, чем в 10 раз выросла. Да, ей кардинально пришлось изменить свою жизнь. То есть ей пришлось уйти с той работы. Ну, как пришлось? Она этого очень хотела, но у нее были определенные страхи по этому поводу. Она переступила через эти страхи, да, как-то совладала с ними, сняла кабинет. Начала в нем принимать. Но это, понимаешь, это только то, что измеримо, да. Она мне пишет о том, что я начала там с ребенком ездить в отпуск. Она без мужа, да, и нет никакой ни поддержки, ни элементов, ничего. Я сама могу оплатить себе дорогие обучения. Я могу поехать в отпуск с ребенком раньше. Я себе не могла такого позволить. И мне казалось, что это вообще какая-то другая реальность. Сейчас я могу себе это позволить, да. Но это, знаешь, не только про то, что меняется заработок. Да, для этого нужно что-то делать. Это не, ну, знаешь, как неволшебная таблетка. Сейчас я палочкой взмахну, да, и ничего не делаю. У тебя все будет круто. Просто я массажист, к тебе сразу побежали, да. Так не работает. Так не работает, да. Более того, это очень большой, ты знаешь, очень большая внутренняя работа над собой. Ну, потому что без этого не получается. И еще важно, знаешь, без чего не получается. Вот очень многие мастера думают, что техника – это все. Вот у меня есть в руках крутая методика там массажа. Я ей буду работать, у меня будет очень много клиентов. Ну, во-первых, сколько много? Очередь на две недели вперед – это много или мало? А если ты узнаешь, что у какого-то специалиста очередь на полгода вперед? Твоя очередь на две недели, она уже не такая большая, да? Там стоимость сеанса – три тысячи. Это много или мало? А если ты узнаешь, что у кого-то стоимость сеанса – пять тысяч рублей за час? Да? Ну, то есть относительно чего ты сравниваешь? Ну, там я зарабатываю, например, сто тысяч в месяц. Это много или мало? Ну, наверное, это неплохо. Но если учесть, что ты можешь зарабатывать триста, ну, как бы это немного. Поэтому помимо хорошей методики нужно еще что-то, потому что иначе тебя с этой методикой просто никто не узнает о тебе. А что-то – это как раз продвижение, рассказ вообще о своей деятельности. Да, это можно по-разному называть, это можно называть маркетинг, продажи, там, еще что-то. Но если ты не начнешь рассказывать о себе, о том, что ты делаешь, про тебя никто не узнает. Ну, современная реальность такова, что тебе все равно придется это делать. И ты знаешь, какой бы путь ты ни выбрал, ну, там, ты можешь принимать у себя дома, ты можешь, там, работать в найме, ты можешь работать, там, самостоятельно в кабинете. Но в любом случае, если ты хочешь расти, тебе придется научиться рассказывать о себе. У тебя нет другого пути. Твой салон о тебе, так как ты, о своей деятельности никогда не расскажет. Плюс он тебе будет говорить, что тебе делать, когда тебе делать и сколько, и по какой стоимости. Когда ты начинаешь свой путь, да, это хорошо, тебе помогают, тебя поддерживают, ты начинаешь верить в себя, но в какой-то момент ты это перерастаешь. И вот этот момент очень четко нужно почувствовать и, как бы, сменить это направление, да, но если ты хочешь двигаться дальше. Если тебя устраивает, там, всю жизнь зарабатывают, ну, не знаю, там, 70, там, 100 тысяч, ну, наверное, нормально. А если ты хочешь больше, тебе придется научиться продвигать себя. Ключевое, чтобы выстроить очередь из клиентов, это вот именно продвигать себя, говорить о себе регулярно, постоянно. Две составляющих, да. С одной стороны, это жесткий профессионализм, а с другой стороны, это продвижение. И, ну, не просто говорить о себе, да, потому что, знаешь, фраза, там, у многих мастеров массажа, расскажи о себе, все, тут просто вот все тараканы, которые были в голове, они все вышли. Я, расскажи о себе, да, это, ну, там, так нельзя, там, да, хорошие люди про себя молчат, что про меня расскажут другие, да, там, еще что-то вот. Ну, да, может быть, когда-то это работало, сейчас это не работает. А тут даже не столько расскажи о себе, а расскажи о том, чем ты занимаешься, чем ты можешь быть полезен людям, как ты подходишь к своей профессии, как ты подходишь к своему делу, да, то есть покажи вот эту сторону. Там уже клиенты сами решат, подходишь ты или не подходишь. Вот ты привела пример девушке, которая зарабатывала там 100 тысяч, потом вышла на 200. А в среднем сколько зарабатывает массажист после вот обучения у тебя в школе? Сколько в среднем зарабатывает, сколько вообще самый максимум? Сколько зарабатывал массажист? Именно вот специалист, не тот, у кого свой салон, а специалист? Если массажист в профессии, ну, так условно, больше пяти лет, и он не зарабатывает хотя бы 100 тысяч в месяц, что с ним не так? Ну да, вопрос. Вот здесь нужно задуматься, что с тобой не так? У меня были примеры таких студентов на проекте, которые в профессии 20 лет, и заработок меньше 100 тысяч. Я не говорю сейчас ни про какой город, неважно в каком ты городе. По сути, через пять лет у тебя точно есть опыт, ты уже точно учился, ну, скорее всего, хотя бы там пару-тройку раз. Ну, потому что в современной, опять же, реальности не учиться просто невозможно. И если ты зарабатываешь меньше 100 тысяч, что, блин, с тобой не так? Ну, то есть какой процесс у тебя не налажен, что ты зарабатываешь меньше? Какой бы город маленький у тебя не был, ты точно должен зарабатывать от и выше. Самый максимум был, ну, если мы рассматриваем именно работу как специалиста. Это было 340. Одна студентка у меня из Москвы, она принимает за МКАДом, ну, то есть это не центр столицы. Она на проект заходила с точкой 170, вышла 340 через три месяца, получается. То есть она вышла в два раза больше. В два раза больше, да. Ну, при том, в два раза больше, да, не 20 и 40, а 170 и 240. Вторая девушка тоже, это Московская область, Балашиха, небольшой город, тоже она заходила с точкой, наверное, где-то около этого же, может быть, там 150, ну, может быть, максимум 200. Тоже вышла с точкой B, 340, ну, около этого, да. Я помню, она, знаешь, писала такое осознание, я раньше работала операционной медсестрой, и столько, сколько я сейчас зарабатываю за день, я зарабатывала за месяц. Охренеть. С ума сойти. У неё был какой-то такой день, когда она заработала вот столько, сколько она раньше за месяц зарабатывала. Она говорит, я так подумала. Сопоставила, да. В принципе, можно день-день работать, да. Ну, ты знаешь, у меня такое осознание, наверное, было, когда я училась ещё в университете, когда я получала высшее образование, у меня первое психологическое образование. Ну, у нас такая какая-то была сильная группа, было очень круто, престижно получать повышенную стипендию. Она была тогда 1800, но нужно было полгода, да, там, учиться, чтобы, там, закрыть сессию на отлично. Это был 2010 год. И когда я поняла, что 1800, я заработала 1800 в 2010 году за день, я подумала, блин, а что не так? Ну, то есть полгода можно работать за то, что ты заработал 1800, да, тебе стипендию платят раз в месяц, либо ты за день можешь заработать 1800. Допустим, при прочих равных, при одинаковом опыте, кто-то берёт, там, зарабатывает за месяц 50 тысяч, кто-то 340. Вот, и как массажисту повысить ценность себя, там, как специалист, и цену своих услуг? Ну, такой простой совет. Возьми, да, повысь цену, да? Да. Вроде, ну, чему тут обучаться и что тут особо делать? Ну, ты просто повысь стоимость, да, своих услуг, всё нормально будет. Ты будешь тоже зарабатывать 340. С вас 500 тысяч рублей за тренинг. Ну, так не работает, понимаешь? Так не работает, потому что вот на проекте у нас были девушки, которые, да, 15, 20, там, 25 лет в профессии, и им, правда, очень сложно повысить стоимость своих услуг. Как будто вот весь этот 20-летний опыт они просто обесценивают. Я с, там, регулярными вебинарами, с регулярной, там, помощью студентам абсолютно всем, кураторы, помогающие, да, поддерживающие, вдохновляющие, психолог, то есть все мы, вся наша команда, три месяца повышаем ценность этого специалиста в глазах у него же. Представляешь, и вот он упирается руками и ногами, говорит, блин, мне так страшно, что я вот сейчас, там, плюс 300 рублей скажу, и что-то произойдёт. Притом особо не может объяснить, что, да, там, все клиенты уйдут или что. Но на самом деле, да, с этим очень много страхов, каких-то предрассудков связано. Да, повысь стоимость, да. Но для того, чтобы её повысить, нужно произвести ряд действий. В первую очередь, ряд действий над собой. Да, нужно получить какие-то, там, не знаю, осознания, сравнить себя с другими, то, что существует на рынке, присвоить себе свой опыт. Ну, то есть это прям такая колоссальная работа. Такие девочки, ну, я их называю девочками, на самом деле, девочкам от 40 до 60, чтобы ты понимал. Но такие девочки, мне кажется, ты знаешь, ну, когда они доходят до своей точки B, у меня такое внутреннее, yes! Ну, потому что у человека очень много опыта. Колоссальный опыт. 20 лет опыта в профессии. Ты просто себе представь. Это очень много. В нашей реальности, да, когда жизнь очень так сильно меняется, всё так быстро бежит, мы сами меняемся сегодня в одной профессии, завтра в другой профессии. А здесь у человека 20 лет опыта. Когда он там стоит полторы тысячи рублей час, вот это максимально вообще непонятно. Как такое может быть? Да, вот в моей голове эта картинка, она не состыковывается. Твой опыт, и ты должны стоить дороже. Почему так у тебя происходит? И вот когда нам с ними удаётся повысить стоимость, прийти к доходу, который там в два раза, да, не сто, а двести тысяч, например, вот это уже, да, про то, что человек, ну, как-то начинает проявляться, начинает выходить из тени. Тоже недавно общалась со своей студенткой, с одной вот такой девочкой. Ты знаешь, она даже внешне изменилась. Ну, то есть я видела её на очных семинарах до, я видела после, она такая, ну, какая-то, не знаю, лёгкая, цветущая, какие-то кудряшки у неё появились. Ну, что-то про такую, знаешь, лёгкость, жизнерадостность, горящие глаза, да, не потухший взгляд, а горящие глаза. И вот она мне недавно пишет, что я начала вести соцсети. Ну, я вот там веду только запрещенную сеть Инстаграм и Телеграм. Но представляешь, как это круто, когда человек с 20-летним опытом начинает выходить в эфир, грубо говоря, да? Конечно, там суперэксперт. Да, и это вообще круто, потому что такие люди начинают проявляться, да? Она обычно, ну, давайте так по чесноку, обычно проявляются те, кто недолго в профессии, да? Ну, как-то им это легче даётся, понимаешь? На каком-то энтузиазме там на-на-на-на-на-на, и всё, и вот он вышел. А вот эти вот девочки, которые 20 лет в профессии, да, если они там не начали это делать раньше, им очень сложно это сделать. Они как-то себя здесь тотально обесценивают. И когда, ну, всё-таки они начинают проявляться, это капец как круто для всех. Ну, не только для них, да? Это очень круто для клиентов. Потому что тогда у клиента есть возможность сравнить мастера там с двухгодичным опытом, с 20-летним опытом, да, и выбрать, чтобы вообще клиент понимал, что такие мастера существуют, что они есть, да, и что они делают свои услуги тоже качественно, и что они тоже развиваются, они тоже растут. Потому что тоже есть некоторые стереотипы про то, что он там, если человек долго в профессии, скорее всего, он никак не развивается, не растёт. Ну, не так. Есть там, есть кто не растёт, а есть кто растёт. Да, и очень круто, когда они начинают наконец-то о себе говорить. Как будто вот человеку, у которого там 20 лет или какое-то большое количество лет в профессии, просто написать там, знаешь, как на каком-нибудь сайте, на характеристиках, типа, что за специалист, можно просто чек вот в два раза поднимать без каких-то обоснований там или обучений, просто поднять в два раза эти. А почему? А потому что вот, 20 лет. Ну, они вот настолько это не ценят. Как-то, знаешь, это кажется, когда 20 лет в профессии, кажется, да, блин, да ну, что, все так, у всех так это нормально, а что-то по-другому бывает. Бывает. А знаешь, вот что ещё помогает таким студентам, да, очень сильно ещё помогает окружение. Ну, то есть, когда ты живёшь в окружении, где там твои близкие, знакомые, родственники, да, зарабатывают все по 50 тысяч, ну, это считается условной нормой, да, в этом окружении, а ты такой говоришь, а я хочу 200. Все говорят, ку-ку. Ну, уходи себе дальше. Поддержали, да? Ну, то есть, на самом деле... Мечтать не вредно, да. Мечтать не вредно, да. Да, ну, и что, я тоже хочу, и что? А на обучение на новое записался? Да ничего тебе не получится. Слушай, сколько ты этих обучаешься? Да ты 20 лет уже в профессии, что тебе учиться? Да, ну, много абсолютно там всяких таких фраз, и, ну, это не про поддержку. И действительно, у многих людей нет такой глобальной крутой поддержки. Я помню, нашу студентку, которая пришла повторно на курс топовый массажист. Цель, которой вы ставите на курс, да? Почему вы сюда снова пришли? Она достигла хорошего заработка в своём городе. Она говорит, а мне не хватает окружения. Там, я вот дошла до 150, я хочу больше, а у меня в окружении никто столько не зарабатывает, и на меня все смотрят как на дурочку, когда я так говорю. А я хочу расти дальше. Я знаю, что я могу больше. Я могу стоить дороже. И вот это окружение, которое будет поддерживать, по сути, на топовом массажисте, вот это окружение создаётся, да? Когда ты говоришь, что я хочу зарабатывать 300 за месяц. Да, живу я там в городе, в котором 50 тысяч населения, никто не говорит, что это дурак. Ну, там, тебя поддерживают реально. Поддерживаю я, поддерживают и кураторы, и вся команда, и участники поддерживают, да? И когда ты там пишешь, да, там, в общий чат, я сегодня там, не знаю, 10 тысяч за день заработал, да? Все говорят, вау, как круто, как здорово там. Или я продал там свой первый абонемент, да? Для начинающих мастеров. Это прям, знаешь, ну, такое какое-то достижение очень большое, да? Там раньше ко мне на разовые сеансы ходили, а теперь там купили целый курс, да? Там ещё и в подарок, например. Рекомендуют меня своим близким. Круто. И, конечно, это всё вдохновляет. Это вдохновляет, и вся эта атмосфера тоже очень сильно поддерживает. И очень часто наши студенты, они начинают дружить вне проекта. Ну, например, у нас есть такие три замечательные девушки. Одна живёт в Ленске, другая в Екатеринбурге, а третья в Лабутнанге. Ну, как бы не совсем близко. Они познакомились на очных семинарах, потом их дружба переросла вот в топовом массажисте. А сейчас очень прикольно. То есть они прям планируют вместе отпуск, они там каждый день созваниваются. Но девочкам, чтобы ты понимал, от 40 до 60 по-прежнему, да? То есть можно и в таком возрасте найти настоящих друзей, да? Они мало того, что нашли друзей, с которыми они теперь ездят на рок-фестивали, понимаешь ли, ещё это окружение тебя поддерживает. Искренне поддерживает, да? Там, знаешь, не с какой-то там, ну, озлобленностью или да хоть бы у тебя ничего не получилось, а правды, которые, ну, за тебя болеют, которые радуются вместе с тобой. Ты знаешь, есть такое выражение, да? Посмотри, кто вместе с тобой радуется, да? Говорят-то вместе с тобой многие, да? А ты посмотри, кто твой друг, кто с тобой реально радуется твоим победам. И вот таких людей будет в жизни меньше, намного меньше. На топовом как раз создаётся вот такая атмосфера, дружеская атмосфера. Но ты знаешь, мне кажется, в принципе, в моей школе недружественные личности, они не приживаются. Ну, то есть ни на очных семинарах, ни на онлайн-курсе не могут они там выжить. Их выдавливает, да? Их выдавливает окружение. Прикольно. Поэтому это люди, которые реально там друг друга поддерживают. Они там, ну, собирают какие-то корпоративы. Вот перед Новым годом там собирают корпоративы в своих городах, там, давайте встретимся, вот там, кто там, из Барнаула, например, там, обменяемся опытом. И это очень здорово, потому что поддерживают друг друга, да? Обычно мастера же воспринимают друг друга как конкуренты. А на самом деле, если, ну, там, не знаю, вас, пусть даже пять мастеров из одного города, да, которые владеют там одинаковыми методиками, и вы задаёте тенденцию, например, вы там коллективно решаете, что у вас стоимость там будет, допустим, не меньше двух тысяч в час, просто все остальные начинают выдавливаться, понимаешь? Меньше человек даже если ставит, да, ну, очень часто же мастера демпингуют, он там говорит, а у меня там полторы тысячи, да, там, или тысяча рублей в час. Он думает, что он таким образом привлечёт клиентов. А клиент там начинает обзванивать других, а у всех по две. Да, и тут уже вопросик, а почему у него тысяча? А что с ним не так? А что, опыты на мне будут ставить, экономить на мне будут расходные там материалы, или что? Почему у него тысяча? Ну, то есть, прям уже возникает вопрос. Да, недоверие какое-то есть. Да, поэтому, когда мастера таким образом объединяются, да, вот она сила. Этих эвакуаторщиков есть такие объединения, но если кто-то демпингует, они там не закрывают на это глаза, а устраивают. Махач, да, тёмно-тёмно. Массажистов, наверное, нет такой. Надеюсь, что нет. А может и есть. Это прикольно. Ну, на самом деле, вот, когда слышно полторы тысячи за массаж, ну, это как-то, ну, как будто там какой-то неумелый человек что-то будет делать. Ну, вот, и даже, даже там две или полторы, типа, пятьсот рублей демпинг, ну, как будто это всё должно вообще дороже стоить. Ну, не знаю. Ну, это и должно стоить дороже. Очень часто же, когда там человек приходит в профессию, да, он думает, что я вот сейчас небольшую стоимость поставлю, ну, чтобы вот как-то клиентов привлечь. А вот теперь вспоминаю, вот, листаешь там, не знаю, ленту, да, какой-нибудь соцсети, вот, особенно сейчас перед Новым годом. Акции и скидки там, акции и скидки. Слушай, я вообще вот это не читаю. Ты это читаешь? Я вот так вот пролистываю. Да мне всё равно, что там акции и скидки. Я хочу получить качественную услугу, да. Ну, там, если услуга стоит там, ну, скажем, 10-15 тысяч, и на неё идёт какая-то скидка там 10 процентов, ну, может быть, да, меня это заинтересует. Если она стоит 2 тысячи, ну, блин, ну, это смешно. И такой, на самом деле, феномен есть. Ты знаешь, когда девочки там и мальчики на курсе повышают стоимость своих услуг, они говорят, ааа, мне было так страшно, так страшно, я на целых 500 рублей сразу стоимость повысила, а представляешь, их стало не меньше, а ещё больше. Потому что они тебя, наконец-то, начали воспринимать как адекватного специалиста. Ну да, да, да. Потому что они не боятся, да, что сейчас будут опыты на них. Ценности просто нет. Всё равно должна быть какая-то ценность у клиента, чтобы он что-то вложил, чтобы реально там почувствовать. Ну, а ещё, знаешь, тут ещё есть обратная сторона, да. Сначала специалист боится. Боится. Сейчас я подниму высокую стоимость, да, поставлю, ну, на его взгляд, высокую. Я поставлю лучше пониже, чтобы у меня было побольше клиентов. И он начинает с ним работать, ну, с этой стоимостью работать. Клиенты к нему приходят, приходят, приходят. Полгода он работает, и потом через полгода думает, да блин, как же мне всё это задолбало. Перегруза, да. Да, возникает профессиональное выгорание. И понимаешь, какая-то такая ситуация странная, да. И в его голове она тоже странная. Я работаю честным трудом, там, от рассвета до заката, там, с 9 утра до 9 вечера. Но, чтобы мне заплатить ипотеку 30 тысяч и ещё аренду, там, за кабинет 15, да, я прям реально собираю целый месяц, чтобы это заплатить. Ещё иногда мне не хватает, и я залажу в кредитную карту. Но при этом я работаю очень много, да. И вот тут несостыковка. Опять, что с тобой не так, что ты столько работаешь, и ты не можешь закрыть какие-то свои базовые потребности? Ну, у меня же нормальная стоимость полторы тысячи, там, сеанс, да. А ты считал себестоимость? А что себестоимость? А себестоимость – это трусы и масло. Ну, нет. Себестоимость – это не трусы и масло. Ну, помимо того, что там это аренда, это твои обучения, это то, чем у тебя обставлен твой кабинет. Кстати, прикольно обучение в себестоимость вкладывать. А как? На какие коврыжки, простите? Ну, ты пошёл учиться, да? Тебя же никто не взял туда бесплатно. Ну, да, да. Не взял. Ты в это вложился, да? А через сколько ты это купил? Прикольно. Поэтому как это можно не учитывать? Есть там, ну, не знаю, ты, допустим, там, едешь до своей работы. Ну, это же затраты. Ты тоже же не едешь бесплатно. Ты едешь на общественном транспорте, окей. Но ты же за это платишь? Платишь. Ты там, не знаю, купил какую-то форму, в которой ты принимаешь своих клиентов. Форму и обувь. Ну, ты за это заплатил? Заплатил. Или, знаешь, бывает прикольно. Ну, вот этот стул я принёс из дома. Он не входит у меня в себестоимость. Я же его из дома принёс. А домой он к тебе как попал? Не из магазина? Ну, то есть, типа, знаешь, там, дома он сам образовался. Ты в него не вкладывался. Но ты же в него вложился. Или там, я дома принимаю, поэтому у меня себестоимость минимальная. Ну, ты, может быть, сейчас это не купил, но когда-то же ты в это вложился. Поэтому здесь, ну, не только трусы и масло, да. И когда мы начинаем высчитывать себестоимость, ты знаешь, мы каждый год это делаем. Со студентами на топовом. Они сами высчитывают, каждый по своим услугам, чтобы вот это, ну, прям понять, да, действительно, сколько ты тратишь. Ну, потому что одно дело, если ты, ну, там, делаешь массаж, например, тело на сухую, это одна себестоимость. А другое дело, если ты делаешь массаж лица, пусть ты его делаешь на сухую, но после массажа у тебя добавляется ещё какой-нибудь суперкрутой уход. Ты там делаешь маску, сыворотку, крем. А стоимость у тебя при этом у лица ниже, чем у тела. Ну, потому что ты решил, что лицо же проще делать, чем тело. Поэтому оно будет меньше стоить, да. Тело будет стоить дороже. А получается, что ты в минусе. И в минусе достаточно большом. И вот студенты у нас прям высчитывают каждый для своих услуг. Мы там даём им механизмы, да, таблицы, как это всё сделать, объясняем. Но сами каждый год мы тоже считаем, ну, сколько она вообще примерно должна быть. И вот ты знаешь, в феврале 23-го года себестоимость у нас, по-моему, была 630 рублей. Себестоимость? Себестоимость часового массажа. У среднего специалиста, там, в среднем городе, да, 600? У среднённое, 630 рублей. Даже если у тебя там какой-то супермаленький город, да, и там супернизкая аренда, там, ещё что-то там очень дешёвое, но всё равно там меньше 500 рублей, ты не уйдёшь в себестоимость, да. Ну, так и вот вопрос. Вот у тебя 1000 рублей стоит часовой сеанс, а себестоимость у тебя 630 рублей. То есть ты заработал 370 рублей в час, при условии, что ты всё правильно посчитал. Вот это очень важно. Потому что здесь бывают ошибки. Иногда очень глобальные. Ну и вот, 370 рублей в час. Тебя это устраивает или не устраивает, да? К вопросу о том, как поставить стоимость своих услуг. Ну да, это хорошо, что на это фокус внимания есть, потому что что у экспертов, что там в бизнесе, в принципе, часто есть такая история, когда не хочется смотреть финансы. Ты знаешь, у массажистов это вообще глобальная история. То есть массажисты, правда, очень часто своё дело воспринимают как хобби. У меня есть любимое дело, у меня есть хобби, и вот я им занимаюсь. Вот поэтому у меня сегодня нет настроения, поэтому никакой контент я сегодня вести не буду, потому что у меня сегодня нет настроения на моё хобби. А потом я удивляюсь, а почему я зарабатываю 50 тысяч в месяц? Ну или даже меньше. А ты как бы, ну что сделал? А если у тебя бизнес, ну хочешь ты, не хочешь, ты идёшь и делаешь. Ну потому что это бизнес-задача уже, понимаешь? Это другой совершенно фокус. Ты начинаешь что-то делать, и из этого получаешь другой результат у чуда. Да, и ты начинаешь считать себе стоимость. У нас очень многие ребята, когда считают себе стоимость, да, они плачут в этот момент. Ну потому что как бы они поняли, что вот 370 рублей, а может быть и меньше. Так вот тоже иногда бывает. Кошмар. Ну столкнуться с реальностью всё равно полезно, даже если это неприятно в какой-то момент. Почему именно массаж люди выбирают? Вот для перехода из другой какой-то сферы. Почему именно массаж? Что они ищут? Зачем приходят? Ну почему приходят? Потому что хотят иметь что-то такое в руках, что-то жёсткое, что им поможет. Ты знаешь, я сама когда-то так пришла в массаж. То есть я обучалась психологии. Ну вот это был 2006-2011 год. И тогда психологи не были так популярны, как сейчас. Тогда не было столько соцсетей, да, и вообще там никто ничего не предлагал. Не были соцсети способом развития себя. И очень хотелось работать всё-таки не в центре помощи семьи и детям, да, где там работа вообще не соответствует твоим ожиданиям, и на эту зарплату невозможно выжить. А что-то иметь в руках такое более жёсткое, что в любой момент тебе поможет. И вот очень часто люди в массаж приходят именно за этим. Потому что по большому счёту без разницы, в каком ты городе, переехал ты, не переехал, да. Опять же, если ты умеешь донести свою ценность, рассказать о том, что ты делаешь, без разницы, в каком ты городе. У меня есть там студентка, которая у нас жила в Новосибирске, в Кольцово. Она пришла на первый топовый с доходом там порядка что-то 20-30 тысяч в месяц. Поставила себе точку B80. Это было в 22-м году. В мае, ну в феврале вот она пришла. В мае она к ней вплотную подошла, там у неё что-то стало около 70 тысяч. И тут она узнаёт, что мужа переводит. И она переезжает жить в Южно-Сахалинск. Где-то вообще, да, на карте. Она пишет вся вот в слезах, такая растерянная. Блин, всё зазря, я зазря проходила проект. Я вот только всё выстроила. У меня только всё наладилось. И вот сейчас я переезжаю, и всё. Я говорю, так, подожди, стоп. Ты знаешь, как это делать здесь? Сделай так же там. Она такая, о, что, так можно? Она приезжает туда, буквально у неё уходит месяц-полтора на то, чтобы начать свою деятельность. Через полтора-два месяца она выходит на доход 130 в новом городе. Без знакомых, без связи, без помощи. Работая не в найме, работая на себя. Поэтому очень часто людям хочется жёсткости. Какой-то жёсткий навык, который всегда с тобой. На который не влияют, например, государственные структуры. Ты вот где-то работаешь. Раньше, знаешь, как думали же, в государственной структуре работаешь, тебе там гарантируют, там, не знаю, пенсию, там, что там, больничный. Соцпакет. Соцпакет, да. Ага. А потом раз. И потом все начали понимать, что в любой момент ты как бы здесь работаешь, а потом раз резко и не работаешь. Очень здорово, если есть, опять же, что-то вот, что ты можешь применить. Поэтому люди всё чаще вот из таких каких-то бюджетных организаций, они приходят тоже учиться массажу. Ну, вот недавно были там девочки следственного комитета. Пришли учиться. Пришли учиться массажу, да, потому что скоро пенсия. И хочу дальше как-то развиваться. У них пенсия гораздо раньше, да, наступает? Да, у них пенсия наступает раньше. И хочется дальше как-то себя реализовывать. Ну, ещё, знаешь, очень часто, да, хочется что-то делать руками. Хочется, чтобы был хороший доход. И в приятной компании. Что тоже немаловажно. Потому что, ну, у некоторых там бывает очень стрессовая работа. Но в следственном комитете я не думаю, что он спокойный. По-любому он неспокойный. Поэтому все эти, по сути, потребности, да, закрывают профессии массажист. А очень часто приходят люди, которые хотят свободного графика. Кстати, про следственный комитет, получается, с массажистами стоит заводить знакомство. Потому что не знаешь, кто это на самом деле. Какие у него связи. Да, мне тут, кстати, права отобрали. Сейчас решим. Шутка. Как-то одно время недооценивались вот эти специалисты, которые там не имеют медицинского образования. Но, опять же, в современной реальности, как правило, это люди с высшим образованием. Да, это могут быть разные профессии. Там экономисты, юристы. Но это высшее образование. Проектировщики у нас были еще, помнишь? Кто? Проектировщики. Проектировщики, да. Да много разных ребят было. Преподаватели там в дошкольных, школьных учреждениях, да. Люди с высшим образованием, они, в принципе, по-другому усваивают информацию. Да, они усваивают ее быстрее. У них уже есть какие-то навыки, да, вот именно в получении этой информации. Поэтому они очень быстро, органично входят в эту профессию. Да, иногда сомневаются в себе на старте. Но так как они вот чувствуют за собой вот эту вот нехватку медобразования, они начинают очень быстро это наверстывать. То есть всю информацию, которую ты им даешь, они просто вот впитывают, впитывают, впитывают. Семимильными шагами идут вперед, чтобы наверстать. А получается, что иногда обгоняют. Расскажи, сколько медиков бросили свою медицину и ушли в массаж. Очень много. На моем опыте была только одна студентка, которая сделала обратный выбор. Из массажа после курса, в смысле? Она была косметологом, ждала определенную должность, по-моему, врача какого-то в медицинском учреждении. И вот когда она появилась, она решила отказаться от массажа, косметологии и уйти в медучреждение. Я не знаю, как сейчас сложилась ее судьба, но это была только одна студентка. А вот тех, которые сделали обратный переход, особенно во время, когда все поголовно болели в пандемию, когда ребята уходили со скорой, когда ребята уходили со стационара, потому что невозможно было в массаж. Их очень много. Ну, один вот из таких ярких примеров, тоже такая мотивирующая история по поводу того, что нет каких-то, знаешь, таких идеальных условий, когда бы ты пошел и начал бы учиться. Ну, это же какое-то есть такое убеждение, да? Сейчас не время, сейчас вот, ну, не самый подходящий момент. У меня есть такая студентка из Екатеринбурга, она когда пришла к нам первый раз на топовые, она болела раком. То есть она в этот момент как раз проходила химиотерапию, работала на скорой и принимала как массажист. Ну, вот, насколько могла в рамках тех условий. Я не помню точно ее точку А, но она была какой-то небольшой. Ну, наверное, из серии что-то около 50 тысяч. То есть она дошла до точки Б, до 120, по-моему, Б у нее была. Ну, получается, вот за три месяца. Пришла на второй топовой, вот с этой точкой Б. У нее стаж на скорой был 25 лет. То есть она боялась ее бросить. Она вот ей маленько там до пенсии оставалась. Сейчас я до пенсии, до пенсии, до пенсии, до пенсии. И в какой-то момент она понимает, что зачем ей скорая вообще. Все, что она зарабатывает, да, она зарабатывает с помощью массажа. Плюс ночные смены, да, ну, при том, что у нее возраст уже не 20-летний. Ночные смены – это не очень комфортно. Конечно. Плюс мы помним, что в анамнезе у человека, да, онкозаболевание. Она, кстати, успешно его преодолела, да, вошла в стадию ремиссии. Хотя, казалось бы, тогда вообще ей было не до этого, да, у человека рак. Какое ему обучение? На втором топовом она решила распрощаться все-таки со скорой. После, там, почти 25 лет работы, она ушла оттуда. Ушла именно в массаж. Не дойдя до пенсии, решила кардинально поменять. Не дойдя буквально там полгода или год. Сейчас, по-моему, у нее уже сотрудник. Полгода, год это уже. Чего? Сейчас, по-моему, у нее уже свой наемный сотрудник еще есть. Да, сейчас у нее уже есть наемный сотрудник. Она занимается только массажем. Притом у нее далеко вообще не самая высокая стоимость сеанса. Но заработок у нее больше 200 тысяч сейчас в Екатеринбурге. Крутая история, реально. Там полгода, год не дотянуло. Решила не сидеть там до пенсии на скорой. И прям прикольно. Ну, то есть решила поменять свою жизнь. Есть, ну, не про скорую, но одна девушка у меня из Барнаула. Тоже она проходила топовой. Она работала в продажах. Да, вот к вопросу. Ну, вроде свои услуги ты тоже должен продавать, да? Человек работал в продажах, но не массажем, да? Какая-то другая сфера была. И я не помню уже, чего именно продажа. Массаж был как дополнительный заработок. Кстати, так у многих случается, да? Что хочется вроде уйти, но боязло. А вдруг не получится? А вдруг я столько же там не заработаю? Тоже она проходит топовой вот в этом году. И в конце топового она уходит со своей работы. При том, что у нее нет такой на тот момент большой загруженности. У нее начал повышаться ее доход. Но такой сильно большой загруженности у нее не было. И где-то, наверное, в июле или в августе, ну, то есть вот с мая по август, она работает сама. Она мне пишет сообщение о том, что, Наташ, я заработала 90 тысяч в неделю в Барнауле. Круто. Я говорю, подожди, в неделю, не в месяц, ты не перепутала? Она говорит, нет, я не перепутала. В неделю. Да, я работала за эти деньги, то есть они не свалились ниоткуда. Это честный такой непростой труд. Это прям вот, ну, пахота. Ну, блин, 90 тысяч в неделю. Ну, как бы. Здорово. Мне кажется, прикольно. Притом, знаешь, у нее такое тоже осознание было. Она говорит, блин, там, я раньше работала в продажах, но я почему-то не думала, что эти навыки можно преломить под профессию массажиста. Хотя, казалось бы, да, вот, ну, это же самое прямое применение здесь. А вот на топовом тоже, там, у них был урок по продажам. Она говорит, о, о, а вот так, оказывается, тоже можно, да. Ну, вроде, очевидно, рост случился. Да, она может, она привыкла просто к своей реальности, что она продает классно там. Наверное, думала, что самое важное – это навык. Навык именно делать массаж. У тебя, наоборот, на курсе так, что ты должен и продавать себя классно, и массажировать. Массировать классно. Кстати, в русском языке не говорят массажировать. Не говорят массажировать, и не говорят, я занимаюсь массажем. Гореть в аду эти мастера. Я занимаюсь массажем, и я массирую. Как, кстати, вот быть массажистом, а не массажером? В чем разница? В чем разница? Ну, ты знаешь, и сюда же как не выгорать. Ну, то есть, кто такой массажер? Ну, массажер в кавычках, да, мы понимаем, что это массажист, который работает. У вас это обзывательство, да, какое-то? Ну, это обзывательство, да, реально. Массажер. Который работает по вот одинаковой схеме, одинаково со всеми. Он делает одинаковый набор приемов плюс-минус. Он не видит разницы абсолютно между этим и вот этим клиентом. И, ну, вот как-то так одинаково со всеми, каждый день одно и то же. Реальный массажер. И реальный массажер. Кресло такое. Еще, ты знаешь, он работает обычно по маслу. Потому что, ну, почему обычно по маслу, там, по маслу или по крему? Потому что, когда он наносит на тело клиента смазывающее вещество, то жесткость тканей, жесткость мышц для него становится примерно одинаковой. То есть, он этой разницы не ощущает. И поэтому вот у него есть какая-то своя сила, своя скорость. И он с этой одинаковой скоростью со всеми работает. Не учитывая индивидуальные особенности человека. Ну, а теперь представь, на сеанс пришла девочка, там, подросток, которая 10 лет, тоненькая, субтильная, не занимающаяся спортом. И пришел мужчина 35 лет, который 5 раз в неделю ходит в спортзал, железяки поднимает. Если маслом намазать, одинаково, да, будет? Ну, я привела какие-то два, знаешь, таких кардинальных примера. Но жесткость тканей под смазывающим веществом, она действительно нивелируется. А у тебя есть какое-то свое представление, как ты должен двигаться, с какой скоростью. А ты просто не понимаешь скорость клиента, растяжимость, например, его тканей. Ну, это, знаешь, как взять бязь и взять стрейч. Две ткани. Бязь – это вот, из которой скатерть я делаю, да, попробуй потяни, она вообще не тянется. И взять стрейч, да, который растягивается. А ты намазал маслом, у тебя все стрейч. А он, может быть, на самом деле бязь. И ты эту разницу не чувствуешь. Получается, ты действуешь со своей скоростью, клиенту больно, ты травмируешь ему тканем. А что тебя тогда действительно отличает от аппарата, если ты этой разницы не чувствуешь? Поэтому первое – это убрать вот смазывающее вещество, да, попробовать работать на сухую. Даже, знаешь, считается, что если ты работаешь на сухую в классических методиках, ты супер-профи. Особенно в классических методиках. Потому что там не получается сделать быстро, если без масла. Тебе приходится учитывать особенности ткани именно конкретного клиента. По маслу, извините, любой дурак сможет сделать. Дома, когда ничего не знаешь в этом, да, берешь масло, смазываешь подсолнечное и что-то там делаешь. А попробуй без масла. Но именно такой массаж будет давать другой эффект. Когда ты без масла, да, когда ты чувствуешь эту жесткость, тебе приходится думать, да, откуда проблема у конкретного человека. А если тебе приходится думать, то каждый новый клиент для тебя какая-то отдельная загадка, отдельный ребус, отдельная история, чтобы помочь именно ему. И вот это очень хорошо профилактирует профессиональное выгорание, да. То есть у тебя, да, у тебя есть методики, которыми ты владеешь, но вот с этим клиентом будут вот такие нюансы, а вот с этим будут вот такие. Это вот тот самый, знаешь, индивидуальный подход, про который многие говорят, но, к сожалению, мало кто делает. Ну а ещё здесь очень важно то, как ты сам движешься во время работы. Это называется эргономика и биомеханика движения мастера. То, как ты стоишь, под каким углом вот ты входишь в тело, да, от этого будет зависеть то, как клиент реагирует на твои воздействия, какой ты эффект, в принципе, с ним получаешь, сам ты устал или не устал. Одно дело, опять же, если у тебя тело 50 килограмм, а если 150, что делать будем? Ну да. То есть как отработать вот с таким клиентом? Это как раз правильная эргономика и биомеханика. И знаешь, есть такое среди некоторых мастеров, типа, если вы весите больше 80 килограмм, я сами не работаю. Слушай, это твои проблемы, что ты не работаешь. Ну представляешь, как это жутко ужасно и обидно звучит для клиентов. Но особенно если этот клиент женщина, которая весит там 85. Не знаю, на мой взгляд, это такая прям очень большая дискредитация. У меня вопрос ещё большим выделен. Обучаете ли вы тренеров по массажу? Ты знаешь, пока нет. Я пока про это ничего не говорю никому. Но действительно потребность в хорошем обучении есть. И некоторые мероприятия мы готовим. То есть на ближайшие годы ещё пока нету твёрдого анонса, да, сейчас? Пока анонса нет, но что-то точно будет. Пишите в комментариях, кстати, если вам хочется стать тренером, как тренером по обучению, да, то всё будет. По массажу, да. По обучению массажа. Вот недавно видела тебя в сториз, что люди едут на обучение, получается, в Новосибирск. Из Словении, из Москвы, из Чукотки, Южно-Сахалинска. И что их заставляет ехать? Что заставляет людей там от Чукотки до Москвы, до Южно-Сахалинска ехать в Новосибирск на обучение? Ну это опять к вопросу о том, как ты рассказываешь о том, что ты делаешь. Мы просто хотим, чтобы к нам на подкасты тоже ехали из Москвы и Южно-Сахалинска. Тогда тебе для этого надо. Слушай, ну для этого нужно быть профессионалом своего дела, безусловно, да? Рассказывать про это. То есть если бы я когда-то про себя не начала рассказывать как про мастера, сейчас бы моя школа не имела бы такой известности. То есть мой путь начался с того, что помимо того, что я владела хорошо методиками, да, и постоянно этому обучаюсь, несмотря уже на 15 лет в профессии, я до сих пор обучаюсь. Первое направление, которым я постоянно обучаюсь, это методики. А второе направление – это как раз продвижение. Я его так общим словом называю. На самом деле это и маркетинг, и ведение соцсетей, и ведение бизнесу, и психологические какие-то моменты, да, проработки своего мышления и прочее. Поэтому вот это мне очень сильно помогло. Потому что у меня были в руках методики уже, но клиентов было, ну вот, на две недели вперед. А мне хотелось на полгода вперед. И тогда я поняла, что, наверное, должно быть еще что-то, да, помимо твоего профессионализма. Про этот профессионализм должны узнавать. Когда про этот профессионализм начали узнавать, то клиентов стало реально много. Им приходилось ждать сначала месяц, потом два, потом три, потом шесть. Обалдеть. Кто-то дожидался, кто-то дожидался, но в это время заходил к другим мастерам, да, ну потому что долго ждать. Конечно, полгода. Ну да, полгода. При том, что я тогда жила в Барнауле. Не город-миллионник вообще ни разу. Я поняла, что, ну, мне нужна помощь. Таким образом у меня организовалась моя школа массажа. Я начала обучать первых студентов классическому массажу, антицеллюлитному, что, собственно, тогда очень активно делала. Лучших из этих студентов приглашала к себе в студию. Так у меня появились студии и мастера. Дальше я продолжала развиваться сама как тренер. Опять же, рассказывать о себе. Клиентов становилось все больше и больше. Стали еще люди приходить, которые хотят стать массажистами, да, войти в эту профессию. Получилось, что на обучение уходит очень много времени. Как-то фокус на это больше пошел. Я им даю те методики, которые работают. Помимо того, что я занимаюсь продвижением бизнеса и учусь этому, мне еще очень сильно помогает мое образование. У меня первое образование – это психолого-педагогическое образование. И я четко знаю, как должен быть выстроен психологический и педагогический процесс во время обучения. Ну, вплоть до того, что, знаешь, я когда-то училась на втором курсе, мне было жутко интересно, вот как организовываются психологические тренинги, по каким-то законам, да, психологии все это происходит. Я прям писала на эту тему курсовую работу, то есть проводила самостоятельные исследования, ну, потому что мне было интересно в этом разобраться. Я не думала тогда, что мне сейчас это пригодится. Но сейчас мне это очень сильно пригождается. Круто. Потому что проведение любой обучающей группы – это не просто так, да, я сейчас собрала вас, я сейчас вас научу массажу. Да дудки все это не работают. Ну, то есть мало собрать. Нужно сделать так, чтобы человек понял, чтобы он это захотел делать, чтобы он это начал делать сразу после, и чтобы он дал крутой результат. И вот здесь вот педагогический вот этот процесс, да, выстраивание правильно очень сильно помогает. Ну, вот у меня как-то, знаешь, это так возникло очень органично, потому что это было, да, в моей жизни. Потом я пошла уже получать, там, медицинское образование. Но вот этот вот пласт, да, я никогда в жизни не работала психологом официально. Но во все остальное время эта профессия работает на меня. Поэтому, ну, вот это очень сильно тоже помогает. Потому что много на рынке преподавателей, которые дают хорошие методики. Но им приходится ехать в Южно-Сахалинск, лететь во Владивосток. Расскажи про ногти, что эти преподаватели сейчас с очень красивыми длинными ногтями. Ну, есть какие-то требования, да, профессии, которые ты должен соблюдать. И, ну, мы постоянно пытаемся донести это до студентов. Пожалуйста, там, девушки, ну, с молодыми людьми как-то все проще, да. А вот с девчонками это сложнее иногда. Ну, вот, а я не хочу убирать ногти, там, да. Я вот хочу, там, гель-лак, шелак, там, еще что-то на ногтях. Ну, то есть для женщин это какая-то вот определенная, знаешь, такая вот, какое-то такое очень чувствительное место. Но требование профессии в том, что на твоих ногтях не должно быть никакого покрытия, они должны быть коротко подстрижены. Мои ногти не царапаются, или мои ногти не отрастают, или вот у меня они расслаиваются, поэтому я с покрытием. Вот эти все отмазки, они вообще здесь не работают, да. Есть требования профессии. Ну, ты знаешь, из серии, как хирург там пришел, да, говорит, у меня, знаете, ногти расслаиваются, поэтому я шелаком можно буду. Ну, вы видели хирурга хоть раз такого? Ну, или там, не знаю, профессия, там, пилот, да. Пилот накануне должен выспаться там и не должен пить алкоголь, да. И вот он приходит на смену и говорит, вот, знаете, у меня вчера день рождения было, я там немножко прибухнул, да. Сегодня полетим, да, полетишь ты с ним, нет? Я нет. Или ты говоришь, я полеты плохо переношу, поэтому я выпил. Ну, то есть у каждой профессии есть свои требования. Вот в профессии массажиста требования, да, твои руки. Или там, знаешь, вот эта вот ниточка на счастье, да, там, я желание загадала, поэтому у меня ниточка на запястье, ну, а что? Она же маленькая, она же не мешает, но я уже молчу про то, что у некоторых там бывают часы, браслеты или кольца обручальные, да, на руках. Здорово, что ты замужем, но когда ты с клиентом, ты как бы вот без всего этого должен быть. Ну, и одна история, да, когда это студенты, мастера, которые работают с клиентом, да, и они это не соблюдают. А другая история, да, когда преподаватель. Ну, то есть преподаватель, он же должен как бы транслировать, да, то, что он передаёт студентам. Ну, и тогда здесь непонятно. Да. Ну, это же требования профессии, да, а как, с чего здесь брать пример? А как ты вообще пришла к массажу? Ну, вот как раз, когда я училась на психфаке, мне хотелось иметь что-то такое, знаешь, какой-то жёсткий навык в руках. Мы тогда были на втором курсе, и вот у нас каждая там чё-то, группа девчонок, мальчишек было мало, и все чё-то пошли делать. Кто-то пошёл делать ногти, кто-то там пошёл учиться на водительские права. У меня просто до сих пор нет прав. Но я занимаюсь массажем. А я пошла на массаж, ну, потому что мне показалось, что это как-то очень близко к тому, что я изучаю, да. Психика, тело, как-то это всё взаимосвязано. Пошла, обучилась, думала, будет на чёрный день, но так получилось, что меня это как-то засосало, затянуло, и я начала практиковать. И я помню, знаешь, был случай, там, четвёртый-пятый курс, я активно уже тогда практиковала, но у меня задача была хотя бы там один клиент в день, вот прям. Был салон, который я нашла рядом со своим местом обучения, где я работала под запись, ну, то есть я сказала, в какое время я могу, да, и там, если были клиенты, которые хотели, я в это время приходила. Если я находила каких-то клиентов, я их тоже туда приводила, тоже было очень удобно, потому что рядом. А ещё была такая история, что я ехала к клиенту работать на дом, так как я сама жила далеко, за городом, то мне было проще приехать к клиенту. Знаешь, такая, четвёртый курс, ну, это, что нам было там, 20-21, наверное, да, после очной учёбы все идут дружить, гулять, а я иду работать. Сажусь и еду к клиенту. Ну, а я когда, знаешь, когда начала практиковать, я не знала, как о себе рассказать, что я теперь массажист. И я что сделала? Я сделала визитки, значит, буклеты о том, что там происходит в этом кабинете, там была кедровая парная, там были услуги там пообёртывания, ещё что-то. И я, в общем, всем рассказала, всем своим одногруппникам раздала, всем преподавателям раздала. Страшно было, капец. Зажмурилась и сделала. Знаешь, сейчас удивительно, но тогда ко мне пришло, по-моему, два или три человека, моих одногруппников. Рисковые ребята вообще. Я только начинала свой путь, но, конечно, я старалась сделать для них всё в лучшем виде, чтобы им понравилось, чтобы им было хорошо, полезно и всё такое. Но вот с этого начался мой путь. Все шли гулять, а я шла работать. И вот я раздала всем эти визитки, и потом через несколько месяцев одна одногруппница меня спрашивает, а ты до сих пор занимаешься массажем? Я говорю, ну да. Я же решила, поэтому занимаюсь. А сколько ты зарабатываешь? А это, ну вот, наверное, да, что-то 2009-2010 год. А я тогда за сеанс массажа спины зарабатывала 125 рублей. Массаж стоил 250 рублей. Ну, там что-то полчаса, по-моему, был. Половину я отдавала хозяйке кабинета, и 125 забирала себе. 125 рублей. И сколько ты зарабатываешь 100 рублей? Я говорю, ну да. Ну, я только начала свой путь, да, и это было абсолютно нормально. В 2013 году, когда я смогла заработать себе на путешествия месячное по Азии, Индонезии, Сингапур, Бали, и начала вот эти фотки выкладывать ВКонтакте, многие мои знакомые, мои одногруппники, знакомые, начали мне задавать вопросы. А кем ты работаешь? Ну, знаешь, так, открываешь там соцсети, смотришь, там кто-то в отпуск подъехал. Там подпись «Таиланд». Все такие, а, ну понятно, Наташа в Таиланде. Потом на следующий день открываешь «Сингапур». О, в Сингапуре. Там через неделю открываешь «Бали». Круто. Что, кем ты работаешь? Что ты можешь себе позволить такой отпуск? Ну, это было почти через пять лет. От начала, да, там 2008-2009 я начала практиковать. Четыре-пять лет мне понадобилось, чтобы вот как-то к этому прийти. А через, наверное, знаешь, через года три я сделала первую такую вылазку. Ну, то есть я поняла, что мне нужно развиваться дальше и дальше получать какие-то навыки. Я сделала первую вылазку в Новосибирск. Тогда жила в Барнауле. Вот в Новосибирск поехала на первое обучение. Тоже было страшно, непонятно. Но мне хотелось какую-то новую методику для моих клиентов. Ну, я думала, что вот я, если я хотя бы раз в год буду ездить учиться, то это будет очень круто. Ну, это как бы и мне нормально по деньгам я смогу на это заработать. И клиентам будет со мной интересно. Но сложилось все вообще по-другому. Когда первый раз приехала на обучение, ты знаешь, я посмотрела на ребят, которые работают полгода в профессии. А я работала три почти года. Они двигались как боги. Ну, то есть там, не знаю, сделать и произвольное поглаживание, да. Каждый делает, что умеет. Техника была очень крутая, да. А они вообще просто вот... Блин! А что не так со мной? И вот тут я поняла, что у меня какой-то большой есть пробел. В знаниях большой пробел в том, как двигаться возле массажного стола. Сейчас студентам я рассказываю, как это важно, эргономика, как важно правильно стоять, как важно правильно сидеть. Ну, почему? Да потому что я когда-то сама башкой об это ударилась. Я, получается, начала практиковать в 18, а в 19 у меня заболела поясница. Ну, то есть до этого она меня вообще никогда не болела, да. При том, что я принимала немного, ну, один, ну, максимум три клиента в день. И то там, когда они были, когда-то, может быть, их не было, да, болит поясница. То есть, а почему она у меня болит? Я начала разбираться в этом. То есть мне никто не говорил, там, как подобрать высоту массажного стола, по каким критериям это должно быть, как надо стоять, какая нога куда, какая куда рука. Ну, то есть то, что сейчас я разбираюсь со своими студентами, это прям вот реально то, что прожито на моем горьком, тяжелом опыте. Мне сначала пришлось самой в этом разобраться, потом, когда у меня были студии и были мастера, то есть если с ними что-то происходило, они работали, у них была очень хорошая загрузка, там, по шесть, по восемь клиентов в день. И, естественно, нужно правильно двигаться. Поэтому, знаешь, я иногда студентам говорю, там, у которых не получается сразу правильно стоять, я говорю, блин, чтобы вам восемь клиентов в день по сто килограмм, вы сразу встанете правильно, потому что у вас не будет другого пути. И вот ребята, когда практиковали, да, они стояли правильно, правильно пытались двигаться, соблюдали эргономику, но все равно возникали какие-то сложности. И, естественно, со всеми этими сложностями они шли ко мне. А что делать? И вот здесь, да, произошло такое еще более глубокое понимание, насколько это вообще важно и насколько правильно, да, вот этот угол вхождения в тело, да, как, под каким углом у тебя стоит рука, с какой скоростью ты движешься, как ты здесь стоишь, а как ты вот здесь стоишь. Ну, то есть вот я прям это разобрала максимально на каждом этапе и для себя, и для своих студентов. Вот ты про нагрубников рассказывала. Сколько из них пришли к тебе уже на учебу? Я знаю только двоих. Сначала пришли на массаж, да, а потом на учебу. Нет, нет, это даже они не были на массаже. Это другие одногруппники, которые были на массаже. Ну, то есть, да, там, например, через 15 лет в моей профессии мне пишет моя одногруппница, говорит, Наташа, я хочу стать массажистом. Расскажи мне, как это сделать. Устала, все нормально. В Йорге принимает. До этого работала психологом в МЧС. А еще, знаешь, очень часто в мою школу приходят родственники. Ну, то есть, приходит сначала девушка, она обучается, начинает практиковать. Через какое-то время она, значит, своего мужа отправляет. Иди учись. И у них такой организовывается семейный бизнес. Вот у меня уже кто только не был. И мамы были, и папы были, да, молодой человек, потом он присылает свою папу. Мужья, жен, всегда вообще, братья, да, сестры, сестер присылают. Такой, у моих студентов очень часто организуется такой семейный бизнес. Ну, то есть, сначала они вроде, знаешь, как бы идут в массаж, да, ну, на них так смотрят, ну, типа, ну, давай, 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 ага. А у них раз получается, два получается, три получается. Потом получается, что жена начинает зарабатывать больше мужа. Что, не так? Некомфортная ситуация. А что делать? Ну, либо у неё становится очень много задач, да, то есть, она сама ведёт свою деятельность, сама принимает, задач много. И как себе облегчить эту жизнь, да? Ну, там, например, муж обучается, работает с телом, а она, допустим, работает с лицом. И вот в таком тандеме они работают очень круто, семейный бизнес. Вот скажи, бывали ли в практике у тебя или у кого-то из твоих учеников ситуации, когда, там, например, к специалисту приставал клиент? То есть, ну, какие-то такие, есть же там всякие вот эти истории? Массаж с окончанием. Ну, когда клиент ошибся немножко кабинетом, да? Да, да, да. Думал, что он пришёл на массаж. Я помню, у меня был один клиент, он пришёл на массаж, и в целом он вёл себя достаточно хорошо, прилично. Но ты знаешь, он случайно узнал о том, что помимо массажа я ещё и выполняю эпиляцию. Узнал, что для этого нужно отрастить волосы. Он говорит, блин, а я вот несколько дней назад побрил, а посмотрите, отросло. И каждый раз перед сеансом он снимал трусы. Я попросил посмотреть, не отросло ли. Я не знаю, чего он ожидал, он ожидал, наверное, вау! Один был, тоже, как бы, понимаешь, его вроде и выгнать не за что, да? Нормально себя ведёт. Он пришёл на массаж ног, ложится, и, ну, ложится сначала на живот, я начинаю его укрывать простынью, и вижу, что у него трусы в сетку. Ну, знаешь, так и есть майки в сетку, летние, мужские, а у него такие трусы. Ну, мы сделали ноги с задней поверхности, переворачиваем его, и тут он, наверное, тоже ожидал, вау! Я говорю, так, нам нужно закрыть. Укрываем его спереди. Он говорит, а это... Чего у нас? Долго там до конца сеанса ещё? Я говорю, что вы торопитесь? Он говорит, ну да. То есть понял, что немножко ошибся кабинетом и засобирался. Поэтому, ну, к сожалению, такие бывают. То есть это были такие, как сказать, двусмысленные намеки просто? Ты знаешь, как бы, ну там, как бы себя мастер, особенно там, если это клиент противоположного пола, это и у мужчин бывает, забавная история, как бы мастер себя там не позиционировал как профессионально, всё равно есть такие люди, которые ошибаются в кабинетах. Ну, такое бывает. Есть риск привлечь не то аудиторию. Расскажи про мужчин, какие там случаи были. Блин, ну про мужчин я сейчас так не вспомню. Ну вот, обычно такие клиенты, когда девушкам звонят, я прям помню, чётко по весне такой клиент вот у нас был. Я работала в нескольких местах, и он, видимо, знаешь, вот прозванивает по всем салонам. То есть я прихожу в одно место работы, мне говорят, сегодня вот такой-то звонил, в другое место прихожу, и то же самое рассказывают. Ну, это понимаешь, что он обозванивает все салоны. Ну, и что-то такая, какая-то такая история, он начинает диалог. Здравствуйте, а кто у вас делает массаж? А у вас есть массаж? Есть. А кто массаж делает? Девушка. А девушка молодая? Какая разница, да, ты идёшь на массаж. Ага. А какие у вас есть виды массажа? Ну, ты начинаешь перечислять, там, оздоровительный, антицелитный, лимфодренажный, расслабляющий. Только ты говоришь расслабляющий, он говорит, о, мне расслабляющий. Ну, хорошо, да, приходить, там, час стоит, там, две тысячи рублей, допустим. А на массаже нужно лежать в трусах? Ну, то есть, вот эти вопросы, они уже должны насторожить. Да. Девушка, возраст девушки в трусах, не в трусах, да. Самое время сказать, что там... Расслабься сам. Ваш муж, это чёрный пояс по карате, да, или что-то такое. Было бы круто, если бы были ещё истории про мужчин. Мужики сейчас такие. Блин, не узнаем. Про мужчин я не вспомню. Может, сейчас многие решили бы прийти в профессию, поэтому... Ну, ладно. Я думаю, есть и такие курсы, но это совсем другая история. Кстати, да, тут всё есть. Пошло сейчас. Вот если бы ты сейчас начинала, там, свой путь заново, ну, не заново, вернее, а по-новому, там, учитывая современную реальность, в 2024 году, с чего бы ты начала, куда был бы направлен твой вектор основной? Ты знаешь, я бы начала с каких-то очень таких жёстких навыков вхождения в профессию. Массажисты в профессию попадают с разных направлений, да. Кому-то, например, интересна коррекция фигуры, они идут, с этого направления заходят. Кому-то интересно, там, лицо, и они заходят с этого направления. Кому-то там вообще интересен аппаратный массаж, и они вот с этого направления тоже попадают в массаж. Но у массажистов есть такая фраза. Она давняя, старая, но имеет место до сих пор быть. Если ты не знаешь классики, ты не знаешь массажа. Вот приходя в любую профессию, есть тот фундамент и та база, на которую ты должен дальше опираться. И по сути, там, лимфодренажный массаж, антицеллюлитный массаж, миофасциальный, это всё должно ложиться уже на что-то. То есть, ты должен, в принципе, знать, как массаж работает, какие есть показания, противопоказания, какие есть правила физиологии, по которым ты должен выполнять свою процедуру, неважно, в какой методике ты работаешь. И сейчас такая тенденция, знаешь, очень много авторских массажей. Я занимаюсь массажом, я год в профессии, у меня авторская методика. Вот из этой серии, да? При этом человек нигде не учился. Ну, либо учился мало, либо он учился, там, не знаю, висцеральному массажу. Авторская методика у неё по антицеллюлитному массажу, да? Ну, то есть, как бы вообще разные направления. Как так случилось? И чтобы вот такого не было, да, нужно опираться как раз на те базовые принципы. Эти базовые принципы, они даются в классической методике. И сейчас классическую методику очень сильно обесценивают. Ну, типа, классика, она не работает. Ну, подождите. Классика, это единственная методика на данный момент, ну, по крайней мере, одна из единственных точно, которая доказана. Я вот, например, по классику преподаю по Анатолию Андреевичу Бирюкову. Ну, так, на минуточку, человек посвятил массажу 60 лет своей жизни. 60 лет. Что-то я точно понял. Он не просто понял, он исследовал. То есть, в то время массаж очень сильно спонсировался, чтобы проводились исследования, потому что это 1920-е годы, когда активно развивался спорт. Но не появился массаж в нашей стране, потому что все хотели похудеть. Но не было такой задачи тогда. Тогда была задача сделать спортсмена эффективным. Как это сделать? Допинг нет. Какие еще средства? Сейчас, например, есть кинезиотейпы, тогда вообще про них никто не знал в это время, и не было их еще. Что делать? Начали развивать массаж, начали спонсировать, начали исследовать, как влияет тот или иной прием, какая дозировка его должна быть, как его правильно выполнять. То есть, тогда это спонсировалось, и тогда это все исследовалось. Другое дело, что с течением времени, каждый же считает, что он знает классику, как-то так по-своему. Да? Да, что там классика? Фигня вопрос. Сейчас я тебе расскажу, как это делается. И начинаются авторские вкарпления, приемы которых не существует, масла, которого там не должно быть. И получается, что такие специалисты где-то учатся, таких преподавателей, выходят на рынок, на рынке делают что-то, нечто похожее, вроде как, но, например, по маслу, не соблюдая правил физиологии, и получается, что классика не дает результата. Ну да, какая классика не дает результата? И авторским методикам Васи Пупкина, Васи, который мало где учился, мало что соображает, но он изобрел свою крутую авторскую методику, не основываясь вообще ни на какой физиологии, ни на каких исследованиях, мы доверяем, блин, больше, чем человеку, который 60 лет положил на то, чтобы исследовать массаж. Что, блин, с вами не так? Ну, то есть, понимаешь, вот логика какая? Ну, потому что Вася как-то круто вот назвал. Не, ну, классика – это устаревшее название, вот мне бы что-нибудь там вот и такая. Может, это потребность у людей закрывается в чем-то, в новейшей технологии в какой-то? Слушай, чтобы изучать новейшую технологию, вообще неплохо бы знать, что вообще в принципе существует, да? Потому что вот эта новейшая технология, ну, там, не знаю, например, хорошо забытое старое. Многие хотят, да, учиться антицеллюлитному массажу. Я хочу делать хороший антицеллюлитный массаж. Отлично. Так, а ничего, что у Бирюкова еще в учебнике написано, как массаж классический влияет, например, на обмен веществ, как он влияет на лимфодренаж, как он вообще правильно должен выполняться, да? Ничего, что от него вообще клиенты худеют. И он лежит в основе, в том числе и антицеллюлитной методики, да? Потому что, ну, антицеллюлитные методики на 80% состоят из классических приемов. Другое дело, что их бы правильно выполнить, в правильной последовательности, да, по физиологическим законам и получить бы совершенно другой результат, гораздо больший. Но это начинает обесцениваться. И вот здесь вот, конечно, такой, знаешь, бич нашей современности. И потом такие мастера, они правда приходят, ну, я очень сильно их уважаю, тех людей, которые понимают, да, что здесь возник пробел. Я там зашел сначала, там у меня были антицеллюлитные методики, я там что-то делал, там, вениками, банками, руками. Ага, потом я там пришел в миофасциальные методики, понял, что у меня вообще пробел в классике, да, я вообще не понимаю каких-то вообще базовых принципов, законов, я не понимаю, как это правильно делать, я не понимаю вообще, как работать на сухую, и я хочу вот это наверстать. Вот уважуха таким людям, таким мастерам. Ты знаешь, у меня сейчас вот группа недавно была, и группа, это, ну, база, сухая классика для новичков. Подразумевается, что человек тут идет действительно с нуля. Там мы выставляем руки, там мы выставляем стойку, разбираем каждый классический прием, 50% новички, 50% старички. Старички, пришедшие с болью о том, что мне не выставили стойку, я не понимаю, как надо правильно двигаться, мне сложно работать, я хочу, чтобы мне было работать легче, я не понимаю, как работать на сухую, я хочу дать больше результат своему клиенту, да. А еще есть какое-то такое представление, типа, классика не дает никакого результата, кроме расслабляющего эффекта. Хочется спросить, слушайте, а в учебнике классического массажа вообще открывали, нет? Влияние на вообще все системы тела человека. А если что, он лежит в основе медицинского массажа. И вообще-то наша страна, она гордится тем, что она круто делает медицинский, классический массаж. А сам Бирюков делал массаж Гагарину. Ну, представь, Гагарину, Владимиру Высоцкому, Майе Плесецкой, многим известным спортсменам. Ну, в то время, когда еще не было соцсетей, нельзя было купить рекламу у блогера, да? Заплатить ему, да? Гагарин, не вам не сделаешь. А я тебе массаж, да? Ну, то есть, это какие-то искренние рекомендации и искренняя полезность и эффективность этого человека. Ну, как бы, про эффекты Гагарина все знают. То есть, если бы он кому-то другому делал массаж, кто-то другой бы, наверное, полетел в космос. Ну, очень много спортсменов, да, которые достигли своих спортивных результатов, потому что он до 90 лет ездил с ними на соревнования и участвовал в Олимпийских играх, поэтому... То есть, если бы ты сейчас начинала, ты бы стопудово начала бы с классики? Я бы начала стопудово с хорошей классики, да, потому что у меня тоже была классика, но какой-то набор вообще хаотичных приемов, непонятно, в какой последовательности, по какой вообще логике, по какой физиологии про стоять, как там стоять, двигаться возле массажного стола вообще никакой не было речи, потому что там, извините, было четыре кушетки, прижатых к стене, и мне пришлось вот это просто все наверстывать. Мне повезло. Я успела застать Бирюкова и поучиться у него, да, и закрыть этот пробел. Ну, кто-то... Круто. Кто-то не успел. Я успела. Поэтому я бы начала, да, с хорошей классики. И второй момент. Я бы начала рассказывать то, что я начинаю заниматься новой профессией. Притом, знаешь, тоже у мастеров очень часто бывает такая, ну, как... Какая-то такая предпосылка, какое-то такое убеждение, что... Ну, что я буду рассказывать? Ну, я же только начинаю заниматься этой профессией. Я же ничего не знаю. Блин, ну, вот здесь вот самый смак. Потому что вот в этот момент возникает такой, знаешь, искренний человеческий интерес к профессии, да. Например, вот там через 15 лет взгляд в профессии замыливается. Там какую-то тему, например, обсуждать. Я думаю, блин, да это скучно, это все знают. Но на самом деле это не так, да. Ну, потому что профессионал, он не отличается от там клиента, там любителя тем, что ты знаешь больше намного. И когда ты вот сильно профессионал, здесь другая реальность включается. Тебе кажется, что это... Ну, вроде это очевидно. Но очевидно же, что массаж должен быть без синяков. Да, но если ты поднимаешь эту тему, то у многих там масса вопросов, куча историй на эту тему, столько боли у клиентов, да. Поэтому здесь новичку где-то даже проще. Там он узнал, что массаж должен быть без болезни. Он начинает искренне про это рассказывать. Представляете, я раньше-то ходила, мне делали больно, а оказывается, это должно быть не больно. Или, например, там, я раньше ходила на массаж классический, а мне никогда не работали с суставами. Ну, вот мне работали там с голенью, с бедром, с ягодицей, может быть, а может быть, тоже не работают. А вот с суставами никогда не работают. Чтобы не работали с коленным суставом, а вот я сейчас пошла обучаться, оказывается, массаж делают на суставах. Ну, и представляешь, да, то есть для самого человека это открытие, и он, когда рассказывает, для многих это тоже открытие. А я, например, как уже профессионал, думаю, блин, ну, что, до сих пор так? До сих пор так не делают? То есть мне кажется, что это само собой разумеющееся. А у новичка, у него есть как раз вот этот искренний интерес, и поэтому второе направление, да, куда нужно сделать свой фокус, это то, что ты начинаешь рассказывать о своей профессии. Там я, например, начала вот эту бизнес-сторону прокачивать, получается, через 8 лет в профессии до меня дошло, что помимо методики нужно уметь еще и как-то себя продвигать, да, как-то выстраивать свой бизнес. Сейчас бы я начала это делать намного раньше. А еще, кстати, знаешь, что мне тогда сильно помогло? Тоже я в это пришла интуитивно, но я думаю, что многим мастерам это поможет. Так как я тогда обучалась психологии, обучалась психологическому консультированию, гештальтерапии, то все, что у меня возникало, все мои проблемы, да, вначале вот с клиентами, там, я не знала, как рассказать о себе, я не знала, что сказать там про эффекты массажа. Я все это прорабатывала с психологом сразу. Ну, для меня это было актуально, я это здесь прорабатывала. Я не знала, что так надо. Сейчас я понимаю, что именно вот это очень сильно помогает тебе развиваться, да, когда ты психологически прорабатываешь какие-то моменты с помощью коуча, психолога, наставника, да, кого угодно. Главное, чтобы ты решал, ты двигался дальше. И вот это тоже такое очень хорошее подспорье. Получается, если бы ты сейчас начинала, ты бы нашла бы вот обучение по хорошей классике, да, что тебе поставят все важные моменты. Дальше ты бы начала бы о себе рассказывать, независимо, то есть от какого уровня, то есть если даже человек только начинает, новичок все равно надо рассказывать, показывать, что у тебя движение идет. Третье, это ты бы в моменте прорабатывала бы вот все сопротивление, которое внутреннее, с которым встречаешься. Круто. Теперь вы поняли, если вы сейчас хотите начать путь в массаже, у вас три ключевых действия есть. Кстати, ты говорила говорить о себе, а в каких соцсетях какие инструменты использовала бы вот самые ключевые, самые важные? Да, в соцсетях может быть любые соцсети, которые тебе комфортны. Ну, в данном случае любые, да, где есть. Вообще везде люди есть. Где есть, ну, твоя аудитория, да, ключевые моменты, ну, мы с тобой сейчас пишем один из ключевых моментов, да, когда ты выходишь в видеоформате, это совершенно другая реальность. Поэтому ключевой такой момент быть в видеоформате, да, говорить голосом, выходить своим лицом в том числе. Это не значит, что у тебя должно быть там одно твое лицо. Не про это, но тогда быстрее этот контакт устанавливается с клиентом, да, и ты быстрее начинаешь доверять мастеру. Кстати, вот насколько важно выходить в прямом эфире, например, соцсети в каком-то, или это в смонтированном видео одинаково примерно по ценности, по важности? Да, это может быть прямой эфир, это может быть там сториз в виде видео, да, это может быть рилз, без разницы. Но когда ты в видеоформате, да, это быстрее сокращает ваш путь в знакомство с клиентом. Он сразу уже понимает про тебя ключевые моменты. В принципе, я так и думал, что, ну, в любой соцсети можно, если массаж, человек занимается массажем, то в любой соцсети достаточно проявляться, потому что клиенты, это по сути вообще все, ну, кроме людей там с противопоказаниями. Ну да. Вот. И людей дофига, и если тем более надо делать массаж всем и с какой-то регулярностью, стоит, такое ощущение, да, стоит только начать о себе говорить, и уже народ как-то повалит. Повалит. На регулярное стоит начать себе говорить, чтобы он повалил. А не так, знаешь, что я вышел один раз там, да, что-то рассказал, здравствуйте, я Наташа, я делаю массаж. Ну и как бы все. Так не работает. Ну да, безусловно, там свои нюансы, которых полно, безусловно, труд. Как не падать духом, если вот долго пытаешься выйти на доход, но не получается. На желаемый доход не получается выйти. Клиентов мало, чек низкий. Все грустно. Ну да, там раньше не получалось, а вдруг и дальше тоже не получится. Ты знаешь, когда у меня что-то не получается, я всегда себе задаю вопрос, а через сколько получится? Вот, не получилось сейчас, не получится завтра, не получится послезавтра, а когда получится? Сколько должно быть попыток, чтобы получилось? И вот, наверное, это сильно отличает того, у кого получается, от того, у кого не получается. Потому что тот, у кого не получается, он сдается просто раньше. Когда меня начали замечать там знакомые, я помню, один знакомый меня спросил, там через 9 лет в профессии, а вот что явилось тем ключевым, что вот у тебя выстрелило в твоей профессии, да, ну выстрелило, имелось в виду там большой доход, да, через 9 лет. Наверное, вот это вот обучение, какое-то там последнее. Слушай, 9 лет. Ну то есть не получается, да, сегодня не получается, а завтра получится. Завтра я сделаю еще это раз, еще раз, еще раз, еще раз. Очень сильно в этом помогает, ну опять же, какое-то окружение, да. Ты знаешь, вообще в любой ситуации, когда у меня возникает какой-то затык, эмоциональный упадок, нехват каких-то знаний, нет клиентов там, допустим, да, всегда в любой ситуации я делаю одно и то же действие, я иду учиться. И всегда срабатывает. Круто. Ну потому что это всегда прилив, да, новой энергии, тебе сразу хочется этим делиться, тебе сразу хочется про себя рассказывать с другой стороны, твоя аудитория это слышит. Даже, знаешь, даже когда у меня не было вообще денег на обучение, то есть когда я только начинала свой путь, я смотрела любые вообще бесплатные видосики, которые тогда были на форумах, меня это вдохновляло, я начинала что-то пробовать, да, про что-то рассказывать своим клиентам, и это давало новый такой поток вдохновения. Поэтому, ну вот даже если у вас прям такая утопическая ситуация, вообще нет денег и никакого ресурса, возьмите какую-нибудь крутую книгу по массажу, начинайте её читать и начинайте рассказывать то, что вы поняли из этой книги просто своим клиентам. Прикольно, да. Это сразу даёт очень много вдохновения. Ну и, естественно, какие-то бизнес-обучения, они всегда дают вдохновение, потому что, особенно если это групповое обучение, да, либо там обучение у человека, который зарабатывает больше, чем ты, да, тебе всегда это вдохновляет, ты хочешь так же. Расскажи, как ты это сделал. Ну и плюс это, конечно же, сокращает путь к твоей точке B, да, тебе, ну ты, конечно, и сам к ней можешь прийти, потратив лет 10, а можешь сэкономить свой путь. Поэтому учиться, учиться, ещё раз учиться. Кстати, крутая тема про вопрос, через сколько попыток получится. Я слышал про такое исследование, там точно не вспомню, как это звучало, но исследование Сколково, о том, что там, например, в предпринимательстве или вот в каком-то такой экспертной деятельности каждая десятая, по-моему, попытка успешная. То есть, по сути, это получается, что каждая неуспешная попытка, каждая ошибочная попытка приближает к успешному результату. Ну, при условии, конечно, если ты действие корректируешь, с учетом опыта. Вот, это крутая концепция, совсем другая, нежели, что каждая ошибка, это плохо, там, это ещё больше просаживает, а здесь наоборот смотришь, так не получилось, значит, сейчас, и через несколько итераций точно получится. Круто. Сегодня поговорили о направлении бизнеса, в котором много всяких неочевидных вещей. Оказывается, там, в массаж приходят люди из абсолютно разных сфер, профессий, это могут быть исследователи, это могут быть, там, люди из медицины, это могут быть люди-юристы и так далее. И вы никогда не знаете, кто вам делает массаж, обязательно спросите в следующий раз. Массажисты, если у вас какие-то проблемы в жизни есть, можете о них начинать говорить, и, может, в какой-то момент он включит и такой, блин, знаешь, что-то у меня там подполковник остался со службы. Да. Интересно очень, потому что навык действительно очень крутой, и нет никаких сомнений в том, что он востребован, там, был, наверное, всю историю человечества и будет еще все оставшиеся, там, столетия. И прокачиваться в нем можно бесконечно. Это действительно что-то твердое, твердый навык, который остается с тобой, если ты его практикуешь. И в любом городе, в любой стране ты можешь приехать и заново все это развернуть, как показывают примеры, которые ты привела. Это вообще здорово у людей получается, особенно такие истории. Реально некоторые из них за душу берут. Действительно смотришь и понимаешь, что даже люди там с ограничениями берут и делают классные результаты. И, возможно, настало время попробовать. Если у вас были сомнения, то вы знаете, куда писать. Ссылки, контакты, как всегда, в комментариях. Если какие-то вопросы будут, обязательно задавайте. Подписывайтесь на соцсети Натали. Подписывайтесь на все каналы. Подписывайтесь на наш канал. Все. Всем счастья, здоровья. Массаж. По-любому. Массаж.